проходила задачки там прорешалась по всем тем которые мы сто проходили какая была словарь и мы их только затронули я вижу хорошо ну да и ты мне сказал посмотреть методы словаре я опять же посмотрела вот и делала элементарные задачи которые там были окей давай мы с тобой тогда сейчас сразу же разогреемся напиши соответственно помощью функции нужно будет динамически наполнять словарь хотя бы пустой словарь это должна его наполнять динамически давай напиши мне такую вот задачку сейчас секунду а сейчас надо создать еще эту тему до новый урок милый сам так теперь нужно до наполнить его давай мы с тобой сначала разогреемся ну да можно принципе сразу же давай кто же сама как ты меня список наполнял тогда вопросе к задачку тебя было также словарь наполняй то же самое и по через фор ну в принципе ты можешь любой используется для этого чтобы поднимать импульс любое просто задачку несколько строчек да я не уже не могу решить все хорошо нормально сейчас сейчас одну секунду так убираем все посторонние факторы почему не все начинают писать как только у меня что-то начинается ну так закон такой так for что мне надо заполнить думать думать есть время вспоминая как мы заполнялись с тобой список минай давай сейчас так же и словарь да точно так же да сейчас делали список блин типа а мне с клавиатуры надо можешь легче это сделать не знаю там вайл 2 чтобы у тебя постоянно им поднимался до сквозь по клавиатуры да 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 конечно можешь по классиковой отрубанять чтобы тебе было легче и все линия помню как дополнять как короче я сейчас загуглю по-быстрому ну вайл тру как ты помнишь поднимал у меня давай по строчкам разберемся как как должно вообще работать да блин я помню счастье ну секунду они не это понятно просто давай по строчкам разберемся что какой должен первое действие потом второе потом третье какое должно быть первое действие вайл трупа идеи да мы должны с тобой сделать цикл хорошо ты прям и что должны с тобой делать принимать новый элемент правильно ну да да ну вот опиши вот мы только сделали хорошо сразу пара действия типа типа импута до за да а и 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 ну слово допустим можно писать get get word можно назвать переменную get word get word да получить слово или at word добавить слова или get word так отлично get word там вроде как хватит на переменной я думаю надо несколько зачем но несколько слов туда но у тебя же каждый раз будет цикл подниматься и ты каждый раз может добавлять в каждом цикле по слову а пока правда типа все я такая же дачка была со списками а дальше что дальше get word равно дикт нет вот у нас будет теперь каждый каждую тарату подниматься соответственно get word каждый раз будем принимать слова вот у нас уже есть слово get word у нас уже граница слова с которой ты вела с клавиатуры да да представим что давай представим тогда ладно можешь вернуть второй input будем с тобой ключ значения наполнять давай ключ значения давай ключ значения еще одна верни верни нам input еще один да здесь будет get value у нас будет там get кей получить кей опробует get value ты же у меня уже работала со словарями до рамках домашней работы да она я там обычные легкие ну вот да ладно давай мы с тобой сейчас давай мы став это да и сам не было такого за камень покажу пока что вот это сейчас мы стою по действиям разберем это все эти действия да не давая быстро да я просто делала короче там задачи были типа сделать вот эти добавить вот а это там тупые задачи вообще вот и я как бы этим занималась обычно не ту пока правда до тех пор пока правда да но гетки равно дикт вот у нас уже есть к примеру вот у нас уже есть ключ значения в гетке у нас есть ключ в гетве лулин значения кстати там цифра к 1 и 2 не нужно в принципе ну вот и осталось тебе только использовать методы для добавления вот этого всего в твой словарь и все тебе осталось только добавить словарь в твой используя методы for да не зачем просто используя определенные методы тебе нужно будет добавить эти вот значения в словарь используя определенные методы тебе нужно добавить в словарь ключ значения сразу же пару какую-то у этого есть какие-то методы наверно да вот этот метод нет так from key создает словарь с ключами update обновляет словарь добавляя пары ключ значения вот это неплохой метод кстати вот это неплохой метод да мы с тобой подберем самый лучший метод и будем его использовать давай апдейт возьмем давай попробуем апдейт давай да а ну и просто мне написать типа знаешь как new dict типа да здесь нужно подумать здесь нужно подумать и ты меня со списками работала со словарями ты еще меня не добавляла динамические значения но здесь ничего сложного мы с тобой сейчас по строчкам все разберем вот тебе нужно сначала понять как добавлять значение в словарь вот это самое важное понять допустим используя метод апдейт к примеру ничего сложного в принципе шаг за шагом это с тобой сделаем надо понять в какой структуре данных принимает данный метод у нас параметры то есть в виде в виде картер ключ он принимает на 1 1 понять что нужно в каком формате принимает у нас метод апдейт данные типа типа данных соответственно если ты у меня домашка используем этот апдейт значит ты его сейчас быстренько прокрутишь да давай 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 у нас только один метод только апдейт у нас добавляет соответственно новые элементы в словарь нет но новые да нужно нам добавлять же элементы в словарь правильно да давай мы это сделаем детки у нас метод он возвращает ключ нам да и get вали это у нас возвращает значение ключа да ну да исходя из этого допустим что касается этимологии этих слов get значит это получить скорее всего get он не не добавляет новый в словарь нам нужно же добавлятьern plane which значение правильно нам нужно наполняется в словарь а get это исходя из его обозначения она скорее всего что-то возвращает то есть он принял get это получить то есть получает ключ получ иначе нам numéro root ключ и слово но нужно наоборот получается что-то добавить словарь и не получить из него да так она же добавляет импута для того чтобы принять эти значения вот эти переменные детки у тебя будет храниться соответствую ключи который ты потом добавишь словарь а в get value тебя будет сохраниться твои выл и которые ты добавишь тоже в словарь тебе нужно использовать метод который добавлять нам эти значения в словарь у нас как раз есть апдейт как я вижу обновлять словарь и добавляя пара ключ-значения в принципе норма он обновляет то есть обновляет словарь в целом у нас еще сет дефолт есть еще другие методы допустим может даже использовать вот да даже в рамках апдейта можем с тобой обновить словарь и добавляя пары ключ значения давай мы с тобой добавим ключ значения словарь ну детки и сюда писать так ну если так если так если так принимать синтез из хорошо давать вот так добавим детки хорошо если апдейт принимать в таком синтаксисе у тебя у нас метод апдейта в таком синтаксисе принимает он принимать на строку давай посмотрим с тобой как принимают у нас минут апдейт вот такое принимает вот тогда ты написала список вот он принимать список то есть квадратная скобочка значит список давай мы тыкнем с тобой на апдейт посмотрим что вообще такое так вот у меня тут даже специально запись давай тыкай на апдейт кликай на апдейт как мы тогда делали control и клик апдейт у нас список давай мы почитаем с тобой ой не список да это спи да почитаем с тобой давай так очень плохо видно тут можно даже не за расширить еще по побольше вот эту левую область правую область специальный кейс dictionary update то есть апдейт у нас получается возвращает но он это у нас получается воин принимает е е он в рамках списка видишь и соответственно здесь у нас есть ключ ключ значения ключ значения то есть два две звездочки апдейт про он дикшин или и 3 рыбы на это режим объект то есть написано что обновить дикшин или обновили директ из дикшин или и n и 3 равана объекта 3 и 3 рам объект получается если и является present and имеет а ключ метод затем даст для for key ну короче написано что здесь вот видишь список у нас получается вот и если допустим тебе сложно работать такой документации ты можешь также еще себя проверять в рамках вышла написано апдейт целых еще пока ты не знаешь это забег объекта интимного программирования означает что ссылается на этот же объект цел пока ты еще это не знаешь но ты видишь то что у тебя три параметра летит туда силов и но он тогда у нас атрибуты получается атрибуты функции апдейт и у нас идет 2 2 звездочки и 2 . как ты помнишь это у нас распаковка кей вольда то есть ключ ключа значения то есть две звездочки как ты помнишь нас одевает она . у нас возвращается ответственно смотри давай мы с тобой вот посмотрели на официальную документацию все очень красиво и ничего не понятно давай мы ставим google а посмотри как именно метод апдейт работает какие он параметры принимает сейчас одну минуту да вы что отмечу курьера что чего там словарь да мистер посмотри вот на этот метод апдейт вообще постоять типа напиши how how it допустим new элем допустим in 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 dictionary а уэдэ это дэ а уэдэ дэ дэ нью элем нью элем или new item лучше new item item он индивиджен и поэтому он даже был смотри назад нажми control индивиджен и да да и с вот он да я вуаля а пайтон эту дикшинари и с окей это new item то я дикшина рин пайтон есть нам подойдут даже вот эти вот все интересные методы да то есть мы можем встретить с тобой первый link first link and second link то есть можем использовать сайт вот первый и второй сайт такой флоу прекрасный сайт и в принципе даже третий дабил три скул давай мы с тобой сейчас посмотрим первый потом второй ты как скажем так программист должна у меня уже работать с такой флоу и соответственно будет рискул такой флоу это твое получается как твоя библия такой флоу пайтон эту дикшинария пайтон добавить в словарь новые значения давай вниз посмотрим что он там есть написано он линка он линк лист то есть у нас получается лист и тайпл то есть картеж картеж и список дзер является нет и все вставки или получается аппетит у нас получается добавить метод затем вы можете использовать метод дат юкана юз туэт айтемс то юрдейс дэд структуру да тут написано что ты вот видишь как обычно это делается то есть написано хера хера за синтаксис пор эдинка энью вэллию то и дикшинари да написано типа посреди синтаксис для добавления нового значения в словарь да то есть получается мы обращаем с собой словарю где где шириной дергаем его ключик да равно значение и написано лет лет юз типа типа начинаем использовать экзампл вот пример how to add как добавить новый элемент его словарь написано в in in our dictionary в наш словарь из early из из ранее из ну из ранее раньше мы сортируем для ключей и значений написано здесь это словарь а эффекты сток типа стоковый имеет сток то есть на изначальный level уровень of digs difference different это у нас разница но если да да словно мне уже переводить поэтому должна понимать английский одни английскую вещь это она не подходит примет базовый здесь мы видим то что мы из при определяем с тобой ключ черри давай следующий смотри вообще скопирую полностью даже вот этот скопирую полностью вот это мнение удал даже на вот это скопил да действительно скопили полностью вот это все до скопируем ставь свой пайчан нам даже подойдет ты даже у меня таким образом может добавлять накидывать значение давай-ка это сворачиваю вы закрывающим полностью так что у меня два экран начала работать мы с тобой пример внизу добавим посмотри как это работает вообще ты у меня кстати в рамках домашней работы добавляла новое значение в словарь нет я понял запусти сейчас будем значит тобой работать давай нет по моим кстати делала хорошо я не знаю я в пятницу просто сидела до 11 дело домашку ничего если ты какая умничка да да что потом что потом что-то не делать но тоже молодец сначала нужно постараться потом можно дыхать давай просто да именно так люблю не париться тоже верно смотри вот видишь это как способ добавления соответственно ключ значения слова как ты видишь у нас словарь обновился да и нас стало уже получается 5 элементов словаре да а ну это мы делали да это мы с тобой делали я думаю тоже такое дело отлично это как это как первый способ добавления словарь нового значения мы тоже можем его использовать в рамках наших циклов цикловая давай мы с тобой еще поставим другой способ давай посмотрим помощи методов как ты видишь это классический способ добавления словарь то есть классический нативный а можем использовать методы да куда-то наверх убежала а я думала куда-то у меня побежала вообще так давай посмотрим дальше посмотрим что с методом подожди это первый способ нам он уже не интересен идем дальше консолюшен джимс а здесь уже все окей хорошо давай вернемся тогда давай да да вот только с такой флоу как там умные ребята делают так здесь мы видим то что здесь они используют вот словарь у нас получается потом у нас есть обращаем словарю равно больше тоже видела с помощью конкретинации они нас добавляют это тоже как второй способ тоже давай мы запомнили либо делим оттуда запишем обязательно забирает сюда копируй это дополнительный способ добавления то есть мы уже готовы структуру данных вставляем то же самое как у нас со списками коменте коменте все а не забери ка еще верхний пример до дефолт это давай мы ставы и примеры ни о чем но это кстати хорошие сайты в принципе это половина часть года больше я вообще оттуда дергать далее да потом еще один пример как добавить соответственно нет пока ничего не запускание возвращаемся дальше далее вниз вот вниз easy easy а спай использовать как пай написано easy легко да то есть вот у нас даже еще есть минут наши любимые апдейда который мы пытались заюзать как ты видишь здесь у нас есть вот верхний пример дефолт дата а от ключа item равно соответственно 3 этот муж с тобой знаем как этот метод мы с тобой до этого применяли уже но ниже и но за possible до салюшен а дако и но так после все абсолютно это типа другой метод да и другой метод у нас апдейт который мы хотим пытащить потом сейчас использовать и как ты видишь метод апдейт метод апдейт у нас принимает что на вход словарь у нас принимает на вход метод апдейт видишь вот так вот видишь у нас метод апдейт принимать словарь и давай вот соответственно мы тоже возьмем этот метод апдейт давай забираю отсюда забирая вставляй туда забирая вставляй возвращаемся обратно сейчас еще один пост покажу добавление новых элементов словарь уйти уйти на из а и фью он то есть мультиплей айтамс это ванда типа с отличным если вы хотите он и февон типа если вы хотите добавить мультиплей до мультиплей то умножение до либо несколько значений до мультиплей а айтамс несколько айтамс в один окей далее дефолт дата мы с тобой это использовали далее вот как ты видишь видишь как ребята пишут они через запятую просто дают накидают за словарь видишь через апдейт окей далее давай я так и имела а давай вниз а почему просто мне тогда смотри я просто на python world же смотрела сейчас возвращать вниз сейчас мы договорим эту тему до его и python world посмотрим давай вниз здесь соответствую меня еще немножко здесь это оба здесь немножко не то но смотри как мы видим ниже здесь у нас есть примерчики хорошие вот у нас есть явно мы получать примерно дефолт дата мы кидаем дикшенри в дикшенри и в дикшенри отдаем туда слова явно но этот способ конечно ну можно использовать но такое себе то есть я вижу то что здесь мы в дату делаем равно и в перемен дату сразу писаем словарь туда даем получается а сейчас одну секундочку да извини так хорошо смотри вот здесь вот получается вот метод дикшенри нам в принципе не интересен он нам не нужен это исчерпывающие не вниз так окей 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 здесь отлично все закрываем стеку словно мне нужно возвращаемся назад возвращаемся назад да и да вот это для был диску тоже хорошо очень вот классический способ сверху идем вниз иди вниз и здесь видимо видимо все качестве примера здесь дали только вот такой метод и так куда-то там не говоришь на этом сайте никогда ничего толком ну да был диску он такой как бы они такие ребята вот и короче смотри вот он не видишь пишет что я должна туда короче список да список а мы посмотрели же там словарь ну здесь мы видим с тобой идет список это скорее всего ты мне дергаешь точно для дикшенрия посмотри там еще раз доку 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 да методы словарей да методы словарей здесь он в рамках ключ значения и тебе нужно теперь еще для того чтобы во всем убедиться это открыть соответственно именно этот метод апдейт и на дикшенрия открываю google давай дикт это немножко не топ надо написать python python нет python соответственно дикшенрия но или давай лучше по-другому python апдейт ин дикшенрии вот так он дикт отличного на нее сразу же идут да да и программист тоже хороший сайт программист покажи мне программист намного лучше вот это да да вот он лучше и вообще ты умеешь у меня пользу официальной документации docs.org python ну да тут а я там перевожу просто тебе иногда придется прибегать к документации вот мы так будем с тобой бородить то есть есть такие сложные методы или допустим методы которые не сложно найти в google потому что они много ну короче не синонимы многих слов да и среди метода сильнее много слов мы с тобой не сможем на них рано и ну то есть долго будем сами на них пройди поэтому лучше прибегать ко официальной документации docs.python.org да это на всякий случай если что так идем дальше смотрите видишь у тебя соответственно есть истернл маркс т.е.м мы принимаем истриг в каком формате прямо данного маркс видишь мы принимать табу интернл маркс в рамках словаря то есть у нас метод апдейт дикунарию на 警us он принимает с тобой словарь from is словаря another dictionary object or from an iterable of case value pairs соответственно сходить из этого если немножко промотаешь вниз смотри видишь синтаксис это синтаксис да это просто синтаксис является синтеп дэйт и тут как бы там список да мы туда явно отдаем с тобой слова явно это просто такой синтаксис понять это просто такой синтаксис и квадратики означает соответственно это не всегда значит ты понимаешь типы данных это означает то что и трируемый объект и трируемый объект из квадратики давай мы с тобой будем вот просто именно абстрактно мыслить вот для тебя эти будут квадратики до квадратики это будет и трируемый объект и в рамках того что ты меня работаешь с объектом в рамках именно словаря мы с тобой будем использовать словарь и давай еще вниз чуть вниз вот здесь явно мы видим то что мы принимаем с с тобой словарь видишь метод апдейт у нас принимать словарь потому что до 1 и 2 и до 2 этой у нас словари и в этом и туда обновляя слова и также смотри как это понять видишь вот и мне отдаешь в дикшенре апдейт апдейт уэн тайпл из пасадо когда когда тайпл 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 атонс кортеж является до пасад экзампл написано что пример 2 обновления когда им именно работаем с тобой стайпл то есть это мы работаем с тобой с кортежем и скопируй этот пример и видишь вход и выход вишка обратите внимание вход и выход мы с тобой принимаем аж и пример да обрати внимание мы что принимаем как движка мы что принимаем принимаем в дикшенере получается это в дикшенере словарь далее дикшен . обдейт поднимаем этот апдейт вот как ты хотела мы туда 1 видишь в рамках именно кортежа мы туда даем кортеж да и ты так можешь мне сделать умала сделать ты можешь кортеж сделать но ты можешь мне явно отдать и словарь. Можешь кортеж отдать? Можешь кортеж, можешь словарь отдать? Вот, то есть разницы не будет. Как ты видишь, у тебя Python дает многогранные возможности работать с языком. Далее, соответственно, давай мы с тобой, исходя из полученных знаний, а их очень много, мы с тобой применим самую простую базовую конструкцию. То есть ты можешь использовать в рамках базовой конструкции верхнюю конструкцию, а можешь нижнюю использовать. Какую тебе будет? Ты хочешь метод апдейт дергать или хочешь все-таки с помощью более простой конструкции использовать? Давай мы с тобой используем и то, и другое. Сначала используем свой простой классический способ накидывания, потом метод апдейт. Давай мы с тобой наверх возвращаемся к нашему примеру. Ага. Давай, исходя из полученных знаний, мы с тобой будем использовать самый простой способ, который у тебя на 16-й строчке. Давай сначала на 16-й строчке, сначала отработаем его, потом метод апдейт дергнем. Так, на 16-й, да? А это нам получается дикт написать, да? В скобочках что-то. Ой, ой, что творим. А я могу что угодно же добавить. А, нет. У меня getk получает равно getw. Да, да, да. А подожди, если getk, то у нас input, ой, подожди, нет. Что у нас сейчас? Делай, делай. Давай продолжай. равно get value выравни все строку выравни все скушала давай возвращаем это что такое вообще давай давай это соответственно escape табуляция там давай табуляцию табуляцию не хочу хочу видеть сами табуляцию я дала ты не там дала мне даже должна дать нам на срочке выше на срочке выше должна не дать здесь да вот уже лучше отлично соответственно здесь мы уже в принципе принимаем обновляем добавляем хорошо и здесь можно с тобой вывести на следующей строчке наши слова липсы как у тебя на следующей строчке получится что там нет на следующей строчке мы не уходим оттуда мы будем каждый раз дебажить тобой каждую итерацию давай будем добавить то каждую операцию да индик шины и хорошо да десна нижнюю кресту можем закомментировать можем оставить посмотрим как у нас свет работает да нижнюю кресту за коментом посмотрим что у нас получилось пиши давай тогда еще 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 не что ты делаешь а что 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 надо было просто дальше продолжить а я поменяла король да давай другие ключи еще еще а я не знала что можно и не только циферки туда хорошо нет включи вообще-то ключи всегда обычно значение ключи а вот а вот в л и обычно вот как раз являются значениями какие-то имя ключ значения окей отлично получилось у нас да да вот я короче здорово у нас получилось давай мы с тобой соответственно пойдем дальше давай мы с тобой а гитки это конечно очень такой простенький хороший способ добавления накидывать динамических элементов дамы с тобой его закомментируем используя что-то более интересное допустим метод апдейт да или метод явно или вот давай метод апдейт теперь камень камень что выделять не надо можно просто не выделять давай попробуйте и метод апдейт попробуй сама теперь метод апдейт не трогай ничего с этим просто янтон сделай здесь вот давай метод апдейт теперь используя все танки в аргумент ну а вот твой любимый список а туда кортеж летит списк туда кортеж летит туда летит кортеж о чем не написать детки из туда летит кортеж нет не трогай я же зачем-то удаляешь как ты мне говоришь ну да да я тебе говорю что там будет кортеж вот вот у нас список и там будет внутри кортеж у тебя же примере по моему кортеж внутри списка да а я поняла не трогаем зачем ты скушала эту самую вот смотри ну да 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 скобочку куш не нужно было я голодная возвращаем скобочку бездумные собак защищаем скобочку возврати скобочку который закрываешь козврати я какая какая но закрывашку куда-то скушала я убираем 2 кортеж и рождение убираем 2 кортеж это неправильно это неправильно вот это неправильно убираем 2 кортеж во-первых ты мне так говоришь да вот здесь убираем 2 кортеж get get кей запятая get value нет get кей запятая get value запятая get value так так что там у нас опять кушала да ну попробуй сейчас давай тогда прикольно а теперь а теперь а теперь you know убери-ка оттуда кортеж вообще просто кортеж беременно и оттуда тоже убери попробуй сейчас будет работе ли он нам скажет привет да он нам сказал привет а ты чё мне тогда какой символ отдала ты мне отдала там . запятали что-то дала еще туда нет я не давала вроде давай еще раз попроще просто дай тут ты парке список опять верни список но и понятно что он что он не хочет такой формат принимать давай попробуем по немножко подергать ой это интерпретата наш любимый да ты фарки ты фарки еще циферку да 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 апдейт секса элемент до require обязательный параметр 1 и 2 ну да видишь и видишь у нас не хочет так он работ приходит картеж им отдавать так а так тоже не будет работать попробуй хотя попробуй сейчас запустить оборот есть когда сделала давай допускай когда у тебя в карте же список получается мне кажется тоже не захочет на тоже не захочет ну короче он привилегливый ему нужно явно когда отдаем сюда вот чтобы внутри был кортеж видишь давай дальше следующий пример следующий давай следующий вот помощью во двадцать седьмой строчке теперь добавляй давай 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 делай конкатенацию мне комментируй не вставляй сама будешь ручками набирать сама ручка будешь набирать пиши обращайся обращайся к дикшенере конкатенация плюс равно нет мы не используем длинный синтаксис мы используем короткий синтаксис давай плюс равно мы растем с тобой плюс равно соответственно дальше мы с тобой накидываем новый элемент в виде соответственно словаря явно дай а давай ему явно словарь сюда давай структуру данных соответственно да давай двоеточие да пробил двоеточие а ну-ка перенеси меня наносишь когда этого было а ну-ка перенеси сейчас и так а здесь около двоеточие бэкслэш нет не здесь до задают очень за двоеточие бэкслэш вот лично дописываю вниз туда вторую переменную сойдет давай запускай попа присели мы с тобой убери от бэкслэша двоеточие здесь бери и нет я говорю бери подальше пробелчик поставь не надо кушать до двоеточие просто пробелчик поставь там так что посоле что может быть у нас здесь моменты такие давай дай ему цифруки кто пишет on support оператор получается плюс он не поддержит оператор плюс соответственно он говорит что дело в том что у нас оператор плюс не поддерживается до on support оператор types с пара плюс равно потому что да да ты же меня забыла здесь написать а хотя нет дикшин или плюс равно дикшин явно тоже ножи спишешь а окей хорошо если в нижнем примере посмотрим собой там же идет у нас явное обращение в рамках координации здесь у нас мы видим дефолт датор равно дефолт дата дефолт даты дефолт даты у нас соответственно в словарь дефолт дата мы равно до пол да то и туда плюс накидан на соответственно элемент массива да далее должно работать поднимаясь Наверное, будем смотреть, в чем проблема. Здесь бэкслэш, видимо, он играет. Хотя он должен такую роль играть. А ну-ка убери бэкслэш, сделай дэл. Убери бэкслэш, дай дэл. Нажми дэл. Дэл. Дэл на клавиатуре. Дэл. Еще раз дэл. Ага. Здесь пробелы, по-моему, не важны. Давай, попробуй так сейчас. Не важны пробелы нам. Дай ему строку теперь. А теперь строку отдай ему. Вот это? Не-не, запускай еще раз. Я понимаю, в чем проблема, но я хочу еще раз посмотреть. Нет, строку ты ему цифру. Давай еще. Ну, ладно. Короче, смотри. Действительно, дело в том, что у нас с оператором. И если ты у меня уберешь плюс равно, убери плюс. Напиши dictionary плюс. Заравно уже. Заравно. Dictionary плюс. Попробуй, как именно плюс давай. Именно как в их примере. Ну, давай так, хорошо. Если они не хотят так, давай так. Так, окей. Давай так. Может, надо в этот взять? Чего? Строку? Да. Здесь у тебя по умолчанию же... У тебя здесь... Ой, блин. Итак, строка, по идее, идет из... Из get... Ну, у них же здесь идет вот так. Нет, здесь они не перемену же дают, они дают явный элемент. Вот, смотри. Да, они дают здесь явный элемент, а же не переменную. Мы даем переменную. И что не так тогда? Ну, сейчас, сейчас, да сейчас посмотрим, ничего, все нормально. Unsupport не поддержит оператор плюс, он пишет, что не поддержит оператор плюс. Дай-ка мы явно туда 1 и 2. Дай мы явно 1 и 2 без переменных туда. Сейчас будем дебажить, я обожаю дебажить. Ты же знаешь, что я сначала... Нет, я говорю 1 и 2, ты берешь, кушаешь, мне там все. Так, выдели-ка мне здесь вот это, да. 1, 2... Ты же знаешь, что я начинал сначала с саппорт-инженера, то есть я сначала прям был крутой прям саппорт-инженер, то есть моя задача была дебажить код. После того, как я приобрел опыт на дебаггинге кода, я ушел в разработчики. Почему? Потому что сначала ты должна снизу обучаться, а не за это считается дебажить код, то есть искать ошибки в программном коде. Потом, после того, как ты научился искать ошибки в программном коде, ты можешь его писать уже, соответственно. Далее. Ну хорошо, по той логике дай кому теперь первым строку. Дай ему 1 строкой. Давай. Ну там импорт не важно уже, как пойдет, потому что мы не взаимодействуем уже никак. OnSupportOperatorTypes+. Для dictionary, and dict. Соответственно, что мы здесь видим? Во-первых, назови dict1 на всех случаях, чтобы не избежать ошибки за резвили на перемен, это во-первых. Да, так вообще лучше не называть. Пиши, пиши dict1 везде. Давай, давай. Ну, восьмой тоже, естественно. Везде, везде пиши. И здесь? Ну, везде, конечно, везде. Да. Нам не нужно с тобой столкнуться с понятием за резвили на перемен, это плохо очень. Что такого-то? Ну, это как бы плохо, она не будет работать, как тебе нужно. Соответственно, здесь понятно, что дело в том, что... Да, ко мне нижний пример. Нижний пример. Что мы здесь видим? Мы здесь видим то, что у нас, соответственно, скопировал полностью. Вот этот? Ну, учитывая, да, скопирую его, вставь наверх. Я думаю, что знаешь, в чем дело? Сейчас, сейчас скажу. Пиши туда, дата 1. Давай туда, дата 1. Ну, у нас нету дефолт, у нас есть дата 1. Там тоже дата 1. Убираем дефолт, и убираем дефолт. Я думаю, что проблема в том, что у нас наш словарь, у нас вторая строчка, он вообще... Ну, сейчас давай, запускай, сейчас скажу уже точно. Проблем в том, что у нас... А, неважно, ты можешь что хочешь писать сюда, мы с ними взаимодействуем. Да, local variable. Reference before до присвоения. Говоришь, что у нас, соответственно, local variable, локальная переменная. Видишь? То есть у нас-то локальная переменная. Дата 1, видишь? Она объявлена до присвоения. Да? Она объявлена до присвоения. Что это значит? То, что у тебя область объявления, соответственно, перемены находится выше, за гранью, где ты уже работаешь с ней. То есть он не видит ее. То есть наши перемены не объявлены. Она undefined. Вот, соответственно, чтобы ее объявить, либо поднимись на уровень выше, либо использовать, допустим, попробуем, давай, допустим, ключевое слово non-local. Non-local data 1. Давай на седьмой строчке, да, enter. Ну или здесь, да, enter. Так она еще даже нет списка. Да, угу. Нет, у тебя же помогал уже. Он тебе уже помогал. Давай non-local. Да, он уже помогает, вон. Угу. Data 1. Угу. Data 1. Хорошо, попробуем так. Если не понравится, вообще global объявим. Да, хорошо. Non-local, no-found. Data 1. Хорошо, пишите здесь сразу же global. Вот здесь. Вместо non-local пиши global, да. Ты global. Да, работаем. Сейчас будет делать. Is not defined. Data 1 is not defined. Ну, data 1, значит, 2-ая строчка пишет data 1. Угу. Все, добрались. Давай, пробуй. Ну и там тоже. Я, видимо, немножко оговорился, там нужно было не data 1, а dig 1. Ну ладно уже. Data 1, давай. Ну и что он здесь нам хочет? Global name data. Написано, что имя data 1 является, а сиган, присвоение до глобальной декларации, да? Угу. То есть, и чтобы здесь не писать какие-то костыли, еще что-то ты просто должна из второй строчки перенести мне, соответственно, в цикл value этот словарь. Либо забрать его оттуда вообще. Control X. Вот, либо в цикл value, либо до функции меня ссой. Но лучше в цикл value кидай. Соответственно, куда-нибудь, не знаю, на третью строй. Ну, да, сможешь сюда. Выбираем global. Здесь, на самом деле, так не делает никто. Никаких global и non-local здесь не использует. Здесь обычно работает... Здесь проблема в том, что была область видимости нарушена. То есть ты меня взяла, и до цикла value сделала мне, соответственно, объявление пустого словаря. Так не делают. Ты же у меня знаешь, что такое инкапсуляция понятия? Это когда элементы друга не видят. И ты как раз сейчас у меня столкнулся с этим инкапсуляцией. Запускай. Сейчас мы с тобой находимся в одном области видимости. Обычно делают вообще дату один, ну, глобально. Dictionary и dict. Здесь у нас... Что у нас получилось? Написано, что не поддерживается оператор плюс dictionary. Видишь, написано? Не поддерживается оператор плюс. Да? Исходя из этого, здесь у нас написано, что data1, а data1 словарь, и data1 написано, что не поддерживает оператор плюс dictionary and dict. Так, здесь сразу же скажу, что конкретенация, словарь конкретенация. Сейчас, data1, data1. Глобально здесь объявим него здесь. Хорошо. Пипец вообще. Знаешь, что я тебе скажу? Я бы лучше использовала метод update, и никогда бы в жизни не приходило бы к конкретенации. Здесь нет, дело-то в том, дело-то, это понятно, дело-то не в этом. Дело в том, что я тебе сейчас скажу, потому что у тебя, во-первых, ты столкнулась у меня с функциями, а как ты заметил, в нижнем примере нет никаких функций. Это во-первых. Во-вторых, во-вторых, ты сразу же у меня поработал с областью видимости, а область видимости, это очень важное понятие, это меня в рамках сразу же функция застунуло, и там началась инкапсуляция. То есть инкапсуляция, она защищает от доступа. Как только ты что-то возобращаешь мне в пункт, у тебя сразу же начинается инкапсуляция. Вот. И здесь ты как раз меня столкнулась с этими двумя понятиями. Сейчас я, во-первых, чтобы не тормози, здесь уже поднимаю себя полностью. GetKey, GetValue, GetValue. Ну, тут я вижу то, что у тебя явно, дело в том, что если я сейчас вообще глобально объявлю в дату, прокину сюда вот, допустим, в дату дату, в дикт input, здесь кинем словарь, и конкатинация должна работать. Это самый банальный оператор, конкатинация. И исходя из этого, я вижу то, что мы здесь просто с тобой конкатинируем словарь, так же, как и делали конкатинацию списка. То есть у нас конкатинация списка идеально проходила с тобой, и, допустим, если мы принтуем с тобой здесь дикт, дикт принтуем, GetValue, GetKey, который мы с тобой забираем оттуда прямо сразу же, и принтуем с тобой вызов словаря. Словарь мы с тобой здесь принтуем, сейчас посмотрим, что у нас получилось. Так, раз-два. Так, operation здесь понятно, что imagination, operation, кам-пам-пам. Здесь мы с тобой передаем при вызове функции словарь, здесь мы его передаем, здесь dictionary летит у нас дикт в качестве аргумента передачи дикт, и здесь мы тоже принимаем дикт. Здесь тоже мы принимаем с тобой дикт. Ну-ка посмотрим сейчас, что у нас получилось. Раз-два. Так, здесь у нас вижу то, что getKey принимаем, здесь getKey, и в dictionary item dictionary. Ага, здесь объявили, прокинули внутрь словарь, и присваиваем словарь здесь дикт. И оператор конкретенации, здесь у нас он пишет, что не поддерживает. Покажи нижний пример у себя. Открою, кстати, тот пример, куда ты меня достал вообще, это этот... Это было в первой... Ой, блин, это надо искать. Ну-ка, сейчас я кое-что проверю вообще. Ну-ка, а ну-ка. Слушай, где тут, кстати, сайт-то с компетенацией? Я вот пытаюсь искать еще. Я, по правде говоря, сейчас вообще посмотрел у себя, и... Самое интересное, что... Ну, что даже когда ты просто пытаешься конкретенацию сделать, у тебя она не работает. Когда ты даже... Папач. Даже когда без цикла, без ничего, либо это... Надо смотреть тонкости, либо выбили вообще это... Мы же с тобой работаем с версией 3.7, не забывай. И, во-первых, ты, так как ты у меня уже более опытно становишься, ты должна теперь понять, что такое называется версионность языка. Так как ты работаешь со мной с версией 3.7, да? Угу. А началось все с версии 2. Python 2.2.7, да? И ты можешь встречаться с примерами, у которых написано Python... Вернись, где была, вернись. Вернись, где была. Видишь, написано Python 2. Видишь, Python 2 двуточит. Видишь, написано? Ммм... Внизу, ванкфеля. Ты видишь? Да. Это важнейший момент. А в последнее время написано Python 3. Ты видишь? Видишь, написано Python 3? Да, я вижу. Это важнейшее понятие. И когда Python 2 перешел на Python 3, синтаксис уже перестал работать. Он не работает в Python 3, во-первых. А во-вторых, когда Python 3 начал расти, он стал Python 3.1, Python 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 и так далее, да? И так версии 3.7 и, допустим, 3.10, они контактируют. И когда ты у меня будешь искать код на просторах интернета, да, обрати внимание, что какой именно ты код дергаешь? С 3.7 или с 3.10, к примеру, да? Угу. То есть, когда ты у меня вот сейчас вот пытаешься реализовать, допустим, какой-то пример у себя в Пайтчарме, запомни, что ты работаешь с 3.7. Не факт, что пример, с который ты дернул с интернета, работает с 3.7, да? И это тонкий момент. Так как ты у меня уже становишься более опытный, надо про это проговорить. Вот. И так же во всех языках не поверишь. В JavaScript, PHP и так далее. Так как там, допустим, раньше был JavaScript, ECMAScript 5, и тогда ECMAScript 6. Так фишка в том, что, прикинь, то, что знания, которые, допустим, у меня были 10 лет назад, они уже неактуальны, не работают в новом JavaScript. И так же в Python. То есть, знания, которые ты получила, допустим, вот сейчас у тебя 3.7 версия, да? К примеру, в Python. И мы с тобой вообще идем по самому последнему Python. Вот. Ты можешь дергать из интернета версии, допустим, там 2.7 или 3.5, он не будет работать у тебя в Python. Не будет. И ты должна знать этот тонкий момент. Исходя из этого, я вообще, как я вижу, у нас вот это по примеру, у нас нельзя с помощью конкатинации добавить новый элемент в список. Вот как я вижу, вот здесь я его себе протестировал. Вот. И с помощью конкатинации у нас не добавляется новый элемент в список. Ну и, в принципе, особо-то ничего не теряем. У нас с тобой есть много методов, которые без конкатинации добавляют элементы в список. Да. Окей. Окей. Ну, такое бывает, действительно. И это хорошо, что мы сейчас с тобой столкнулись, потому что добавление ключ-значения в словарь, во-первых, это ключевой момент, то, что со словарями это, получается, это называется... это называется ассоциативный массив данных. Вообще словарь, это является ассоциативным всем данным. Ты не в одной другой структуре в питоне, ты не можешь сделать ключ-значение, правильно? Только в словаре так можешь сделать ключ-значение. Поэтому словарь является ключевым вообще типом данных, которые мы используем в питоне. И как я вижу, вообще из документации, как вообще люди используют, соответственно, конкатинацию, я вообще не вижу таких вот примеров с конкатинациями, когда мы с тобой добавляем с помощью конкатинации новые значения. Я вижу, часто используют апдейт, я вижу, часто используют то, что мы с тобой прорабатывали, да? А в рамках конкатинации я не вижу, чтобы добавляли новые значения в словарь. Мне кажется, это стрёмно, типа. Не-не-не, это мы с тобой в списках использовали, просто, видишь, некоторые моменты устаревают в питоне. и добавить добавить допустим добавить новый элемент элемент в словарь сейчас добавить ключ значения слова сейчас скажу как это еще делается вот добавить ключ значения словарь на самом деле его часто уже более сложные начинаем постигать концепции как я вижу вот в основном вообще в google официальной документациях использует метод апдейт и также используя метод который мы с тобой использовали то есть это как основной идет метод а то что мы пытаемся с тобой сделать через конкатенацию как вижу вообще это не приоритетный метод и вообще он по ходу выпили я посмотрю апдейт есть это есть это есть да конкатенация не вижу значит того скорее всего выпили в каком-то какой-то версии языка но об этом никто особо то не знаю где там сообщают где-то сообщают что допустим там вот эти методы устали ли эти методы больше не поддерживаются иногда тебе нужно естественно читать а официальные лизы почему вообще прямит считают официальные резы да потому что там в официальных и визах написано что допустим этот нет нет больше не поддерживаться да этот метод история соответственно вот но мы особо еще не будем тратить именно официальные илиhappy то что нам особо не не принципиально мы с тобой остановится на этом так что в принципе от обновления начинства с помощью ключа как остыду делали на скажу начальной строчки либо нас и как носимо строчкам и с вы добавляли дать мощь апдейта это нам будет достаточно и вот часто стопроцентная до конкотинации не используется update values да точно вот так вот представляешь вот если внизу если не сложно кстати тот пример хотя чего искать то скопили все что у нас было внизу копили все что у нас было внизу вот дата дата дефолт это вот до копиров не копируйся что внизу было вот это вот дата дефолт вот это вот вот и на и верхний вот это вот и верхней полностью до скопируй к его и на и верхней тоже забирай и верхней верхней тоже забирай не они не верхней тоже забирай копируем все вместе это вот это копируем вниз копируй копируй давай 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 теперь вставлять наверху там смотрим или в здесь внизу посмотрим давай вас комментируй 1 коменте я вижу что здесь используется давай запятые слова идут окей запускай 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 дай мне принт на 46 принт дата дефолт дай мне принт дефолт ну дефолт . попробуй да прикинь короче либо выпили либо просто там чо который нас играл флоу просто нас ровлет всех подстебать ну по правде говоря обычно стойка флоу где галочка зелененькая да то есть это действительно это решение которое то есть ну то есть это актуальное решение без ошибок вот где галочки там тысячи людей по этому коду обучаются да ты видишь вот мы сейчас с тобой как раз столкнулись с таким понятием как 37 выпили эту штуку выпили больше не существует возможно в предыдущих весах это было да сейчас тоже это не работает поэтому ты должна за такой понять как версионность языка это очень важно окей идем дальше you know а кстати у нас сейчас кофе брик будет так откроет этот самый стеклоу может а этот ты знаешь сайт который кибер форум еще посмотрим я просто много читаю скажет кибер форум еще фиг знает я просто это гуглил и нашла короче вот вот этот вот видим что-то очень старенькая да там просто типа короче я не знаю я вообще не умею на форумах ползать это не моё вот там иногда что-то было отдельное но в целом я не знаю насколько вообще актуальная информация здесь то есть ты же как-то понимаешь у нас есть понятие версионность языка и если мы с тобой вообще-то работаем скажем так скажу сам последним актуальным версиям языка да то есть 310 вот и ну не знаю там то есть какой год вообще там последний раз там пишут то есть какие года там надо встретить не знаю что то вообще так вот в рамках словарей да не будем с тобой использовать два основных метода добавления элементов также иногда нужно будет тебе читать свободное время сравнение релизов именно допустим когда мы что будем опыта на другую версию языка тоже важный момент чтобы не было таких конфликтов версии данный момент мы ставили конфликт версии то есть человек который написал соответственно код он скорее написал в другой версии закопать на это важный момент понимаешь у нас уже версионности очень много в питоне глобальной версионности это 2 это версия python 2 и версия python 3 это две веточки весе python 2 уже ушла из интерпрайза это значит что мы тобой пишем только исключительно версии 3 вот но также как ты замечаешь у нас на многих форумах так как версия 2 у нас долго держалась в интернете и версия 2 у нас много лет существовала в питоне до того момента как у нас опнулся python до третьей версии у нас очень много кода осталось legacy кода да запомнил называется понятие legacy код значит код который больше не поддерживается это устарелый код в питоне в принципе его тоже достаточно много вот иногда ты больше встречать в интернете поэтому будь внимательна и смотри внимательно написано что код написан для второй версии для третьей версии тоже важно будет они далее давай мы с тобой продолжим смотри соответственно здесь мы с тобой задача успешно справились далее можно писать что типа но саппорт типа не поддерживается на 45 напиши типа но саппорт на 45 не не на 45 соответственно если бы ты не знал такое понять как версион из и закадая прикинь бы ты чем какой пример скопировал да у тебя вне запускался ты было мало почему не работаю не работ вроде все правильно да а теперь ты знаешь такое понятие как версионность языка это очень важно далее соответственно вот у нас есть рамка в рамках понимания словарь допустим у нас словаре мы через вайлтру поднимаем его помощь инпута мы с тобой соответственно помощь инпута мы что можем делать кстати мы можем с тобой использовать еще инструкцию конструкцию через вайл и эфэлс да мы с тобой сейчас создаем словарь там будет у нас пара значений допустим не знаю там дни рождений давай написано там не знаю акт идет строчки сначала да да ключик и значения и там давай до дни рождения там или даты быть вы точно пусть там апреле там или май допустим да то есть в рамках тоже строки будем давать давай 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 . тоже пробел нужно ставить допустим и давай мы с тобой сразу же на следующей строчке посмотрим нетрадиционный способ создания словаря с помощью функции дикт это традиция традиционный способ создания словаря и теперь будет у нас просто нет нетрадиционный ты тоже лев что ли я тоже лев круто давайте у меня 23 мне до 2 да ладно да ладно да ты серьезно я тоже ору окей далее вот это будет традиционный способ использовать дикшнери есть нетрадиционный не традиционные с помощью функции дикт давай мы с тобой можем написать то же диектор дикшнери равно дикшнери равно поднимаем функцию дикт и туда кидаем с тобой формирование словаря где моя под его функция дикт да эта функция дикт это фунт это не баллятся нажми дай камни круглые скобочки здесь ладно просто я красавчико сюда мы делаем формирование словаря Соответственно, функция dig принимает немножко необычно. Нужно будет написать ключ-значение, и это все разделяется с помощью равно. Ключ-значение разделяется с помощью равно. Допустим, ключ у нас будет... Давай продублируем мне верхние слова. Напиши «Анна». В квадратных скобках, да? Нет, никаких квадратных скобок. Просто пишем здесь «Анна» равно, и сюда, соответственно, значение у тебя будет август. А вот август, я думаю, что нужно будет в строку нам взять. И, кстати, здесь, как ты понимаешь, как мы работаем с тобой в рамках функции, а здесь не нужны у нас пробелы уже. Здесь немножко другая политика у нас идет. Да, я помню. Ну да, видишь, это потому что мы атрибуты в функцию кладем, и здесь не нужны в атрибутах, соответственно, пробелы. Угу, запятая. Да, Мария, да. Угу. Угу. Говно. Да, и значение ее. Хорошо. Верхний сейчас мы с тобой... Угу. Потом мы после этого стоит запринтуем наш дикшенарь, который внизу у нас получился, как определим его. Новембор, хорошо. Давай принтаним мне дикшенаря. Угу, давай. Та-дам! Круто. Нижняя коментим, верхняя оставляем. Нижняя коментим, давай. Угу. Поведь девятую коментим. Спорим, изменилось ли, изменилось ли. Одинаково, да? Угу. Отлично. Исходя из этого, ты понимаешь, как у нас, соответственно, есть традиционный способ создания словаря, да? Угу. А есть нетрадиционный, ну, не знаю. Мне нравится больше, что я за традиционное, да? Вот. Окей. Ну, поэкспериментиру тоже любим, да, мы? Ну, да. Окей. You know. Соответственно, теперь ты знаешь все. Е-е. Ладно, ладно, смотри. Далее, что касается преобразований. То есть, мы можем с тобой преобразовывать с помощью функции dict. Это же не просто функция для создания словарей, да? Угу. Она же еще нам помогает преобразовывать. Мы же можем, это называется typecasting, она более широкого понимания в себе несет, да? То есть, это не только создание типа create, create dictionary, но также это можно typecasting dictionary. То есть, мы можем туда класть, допустим, список, и на выходе будет словарь, да? Угу. То есть, как мы с тобой помнишь, до этого у нас был список в списке, да? А, Б, два элемента. Помнишь, мы с тобой до этого работаем со списками? Угу. И делали typecasting. Заворачивали это все в функции dict, и на выходе у нас получился словарь, да? Помнишь, на прошлый уроке у нас было с тобой, мы функции dict передавали словарь. Да, я помню. И на выходе у нас был список, да? Хорошо, you know. Далее, давай-ка мы здесь опять сделаем с тобой цикл while true. Принт нам уже здесь не нужен. Принт не нужен. Цикл while true. Давай мы с тобой создадим переменный name, туда будет input. Так, здесь у нас нету пробелов. Угу. Будет переменный name, туда передавим input. Угу. Потом, соответственно, если у нас пользователь, допустим, ввел пустоту, мы дадим continue. Двоеточие. Да, если name равно пустота. If name. Да, если if name равно пустота. Равно пустота. Равно пустота. Равно пустота строка. Угу. Да блин. Откуда собака-то, я не понимаю. Там, ладно. Двоеточие. Мы будем стоять continue. Переход на следующую операцию. Continue. Соответственно, далее у нас то будет, если name в словаре. Будем стоять бегать по словарю. Если name в словаре. Словаре. То есть, если то, что ты ввела, уже есть в словаре, такое значение, да? Ключик уже есть, допустим, Анна есть в словаре. Мы просто будем вводить, что, допустим, hello, Анна. Или даже, знаешь, что есть в смысле. А нет. Давай сразу же интереснее. Мы будем вводить, соответственно, значение. То, что ты в августе. Типа, напиши днюха в августе через f-string. Через f-string пиши. Днюха в августе. f-string хочу, хочу f-string. Я уже не так делаю, что-то, какую-то магию непонятную. Это колдовство запрещено. Не Хогвартса. f-string. А ты могла и в одинарных кавычках сделать f-string, там неважно. Хорошо. Давай. Днюха? Днюха. Ну, бёрдзней, давай по-английски. Бёрдзней, бёрдзней, давай. Бёрдзней по-английски, for English, press 9. Так, бёрдз... Бёрдз... Дэй. Что? Да, хорошо. A-T-H, хорошо. Days, окей. Я вижу, зато правильно. Ну, давай. Давай, делай мне интерполяцию, вставляй в августе. Бёрдзней по-английски. Бёрдзней по-английски. Yeah, you know. Бёрдзней по-английски. Но и здесь я хочу здесь интерполяцию, чтобы мы... Допустим, Мария у нас выводилась на новембр. Новембр. Анна у нас выводилась август. Август, да? Август. Вот. Новембр, да? То есть, бёрдзней по-английски. И здесь должна сделать интерполяцию, подставлять сюда динамические значения. То есть, может быть, август, либо новембр. Давай, делай сюда интерполяцию. Делай сюда интерполяцию, you know. Во, умничка. Давай, теперь нам нужно с тобой понять, как же нам с тобой добраться до августа и до новембра. А, так там надо это число, которое... Блин. Вот ты будешь у меня вводить в input, соответственно, у тебя будет лететь Анна. Тебе нужно по ключу дёрнуть его значение. Ну, надо ключ поставить. Сделай мне это здесь. Сделай. Как ты думаешь? Ты уже в вакулатуре ввела ключик, тебе нужно браться до значения. Как вывести значение по ключу? Ну, оно же, типа, выводится. Если ты ключ, типа, пишешь, выводится значение самостоятельно. Да, 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 да. Сделай-ка мне здесь это. Хорошо. Я не знаю, как. Ну, ты же там только же мне сказал, говоришь, ключик пишешь, вводится значение самостоятельно. Какие все самостоятельные, да? Да давай, пиши, пиши, пиши мне здесь. Давай, пиши. Вводишь ключик, вводится значение ключа давай. А что мне написать здесь? Ну, давай, беги, беги, беги до словаря, беги. Ну? Обращайся до словаря, давай. А, дикшенри двоеточие, короче, да? Ну, как минимум, дикшенри. Давай, добери стиль до ключа. Двоеточие. Тащи дневник. Добери стиль до ключа. Угу. Хорошо. Еще что-то надо? Надо, наверное, что-то. А что здесь надо? Двоеточие, нет? Нет, здесь же мы должны добраться до какого-то ключа. А до какого ключа мы здесь будем добираться? Так в зависимости от имени. Ну, тогда, ну, вот и ответ. Вот и ответ, в зависимости от имени. А где имя хранится? Name. Ну? Та-дам! Вот это, да? Да-да-да. И далее мы с тобой напишем, соответственно, элф. Элф, и туда кинем, типа, нью элем, типа, нью элем. Элф, нью элем. Типа, новый элемент. Или нью айтем. Давай нью айтем. Давай нью айтем. Давай. А, я же правильно писала? Конечно, правильно писала. Принт нью айтем, да? Здесь просто нью айтем равно input. Нью айтем равно input. Нет, это переменная. Отлично, sorry. Так же, да? Равно input. Ну. О, да. Ну, и принтуй сюда, не знаю, там, сделай, во-первых, добавь новое значение, как мы с тобой до этого учились. Как ты у меня добавляла новое значение в словарь? Ну, вот, вот, я вот так сделаю, да? Давай. Так, сейчас дикшенери, а потом скобочки. Давай умнее сделаем. Давай мы с тобой перепишем твою днюху. И вот Марию днюху тоже перепишем. А что? Если, соответственно, мы не попадем, мы просто перепишем. То есть, у нас будет как, допустим, если if отработает, если ключ существует в словаре, у нас просто принтанет. Иначе, если ключ не существует, он будет принимать новый input, новый input принимать. И то, что в нейме до этого записали, он просто переопределит тобой, соответственно, эту днюху и все. Вот. Короче, сейчас я тебе покажу, как это работает. Переопределит это с помощью функции dict? Нет, нет, переопределит он также может переплять от ключа. Давай, пиши сюда, допустим, сразу же. Ладно, пиши, короче, new item. Равно new item. Так, просто, просто более банальный пример сделаем. Ну, все, принтуй здесь, принтуй наш словарь. Нет, не сюда. Смотри. Угу, не сюда. Почему? Угу, да, сюда. Угу. Почему принт красным горит? Потому что наверху хоть товарищ его поджимает, наверное. Там что там, соседи сверху получатся, да, у него? Бушует опять. Надо угомонить. Да бери до соседей сверху, угомони их. Скажи им, встаньте в шеренгу. А что такое-то, ну? Соседи сверху жалуются. Этот? Нет. Над принтом кто там? Вернее, принт где был. Кто там у него сверху есть над принтом? Это? Да, есть такой товарищ. Так. Попробуй. Так, а что водить-то надо? Попробуй, наверное. Нет, так не надо делать. Да, отлично. Ну все. Везд, пати, август, я. Отлично. Давайте введение существующий ключ. Та-дам! Ты добавил у меня вообще пустоту. То, что ты добавил. Второй у нас принт вообще пустой прилетел, да? Надо было к Маше дать еще что-то, какое-то значение у Марии. Давай не существующий ключ. Крючок. Еще. А что нам можно написать? Ну, пиши, пиши. Нормально. Все, есть. Есть. Вот у нас получается... Почему одно и то же? Потому что ты у меня на 58-й строчке, мы с тобой просто написали одно и то же, что создается такой, соответственно, ключ с таким же значением. Вот, соответственно, как это переделать? Мы можем с тобой сделать, чтобы, допустим, мы обновляли день рождения у Марии, допустим. Да? Как вот день рождения у Марии обновить? Давай тоже у Марии будет в августе днюха, да? Чтобы вместе чилили. Давай, давай, доберись до Марии и приобрели ее день рождения. Давай. Так. Дикшн, ренейм. В скобочках, да? 58-я строчка у тебя, соответственно, должно быть от нейма. Берс дает нейма. Берс дает нейма. Берс дает нейма. Ну ты и равно, да. Да. Все, попробуй сейчас запусти. Так. Теперь она написать Мария, да? А, ну у тебя там пошел. Да, давай. Не-не-не, ты здесь... Дай мне, Мария, какой-нибудь несуществующий ключ. Мы должны уйти с тобой в Wells. Пиши новую датку на любую. И здесь я вижу то, что у нас, if нас не определяет. Да, он, Маша, да, Миша Сентембер. Но чтобы добраться до Марии, нам нужно с тобой перепределить условия. Нам if уже больше не нужен. Ив вот этот, это как раз, твой башни нужен. Да. И комментим, а там пишем else на нижней строчке. Ой, фу, а тут пишем if. Здесь их пишем. Здесь вообще нафиг не нужно. Да даже их не нужно. Без проверки просто будет. Да, вообще не нужно никаких проверок. Ой. Да, да, уходим оттуда, уходим. Забирай оттуда все, забирай. А, нет, shift, shift, tap. Ну и так, давай по старинке. Да, пойдет, давай. Заново смотреть? Да, 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 сейчас тоже можешь перепределять нам. Пиши сюда, соответственно, Мария. И можешь написать новое. Нет, не так. А, ну это новое. Нет, Мария. Это понятно, что сейчас ты добавишь, но надо уже добраться до той Марии. Уже мы не доберемся до нее. Так, ну давай Enter, короче. Заново давай мне. Хочу до Марии добраться. Доберись до Марии и сделай днюху в августе у нее. Отлично. Ну, в жизни так не получается, но ладно, хоть пускай будет спит, а не так получится. Окей, далее, соответственно, такая легкая задача для разогрева. В рамках еще задач. Вот ты знаешь, что мы можем с тобой забирать values с помощью цикла for, да? Да, мы с тобой, во-первых, сейчас... Во-первых, мы с тобой сейчас сделаем... С помощью цикла for выведем все днюхи наши. Давай, поднимаем цикл for. С помощью цикла for обойди полностью свой словарь и выведи все values. Здесь for, да? Да-да-да, поднимай цикл for, да, и пока подумай, как ты это сделаешь. Раздача вывести все values, чтобы у тебя выводился. Я стоять тогда и на вембр. Сейчас ты пока думай, я буду смотреть. Блин, я знаю, как это делать. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, вижу, что уже, в принципе, добираешься туда, куда надо, да. Сейчас. Мне надо написать, типа... Сейчас. У тебя по предыдущей задачке, а точнее по предыдущей домашке, мы как раз это проходили. Dictionary values и в скобочках. Да? Тебе нужно прямо сразу же бегать в Dictionary, чтобы Dictionary уже отдавал нам явно values. А как мы с тобой это сделаем? Вот чтобы сразу же бегали с тобой, не просто в Dictionary, а в Dictionary сразу же от values. Как мы с тобой это сделаем? Нет. Почему? Мы сразу же хотим бегать в Dictionary, а в Dictionary сразу же будем бегать с тобой. Бегай сразу же в Dictionary, а в Dictionary сразу же бегать в нем. Бегай сразу же по нему. Не просто по Dictionary. Да, сейчас, 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 минуту. Напряжение растет. Скоро мы с тобой вообще будем изучать? Такие крутые штуки, да? Как тебе больше нравится синтаксис языка или больше математикой заниматься? Слушай, мне и то, и то нравится эти скобы, честно. Отлично. Это вообще, там, демидрально противоположное направление математикой синтаксис. По статистике математика меньше нравится заниматься людям. Почему? Да уж лентяй они, потому что. У меня, потому что они не учатся на уроках, да? Что я не их требую. Слушай, не, на самом деле, я тебе могу по себе сказать. Просто многие люди думают, что это очень трудно, потому что из-за школы. У многих людей очень большие травмы со школы, связанные с математикой, на самом деле. У меня, например, тоже, я ненавижу своих одноклассников и учителей. Я тебе серьезно говорю, я их просто не перевариваю. Ты хочешь сказать, что у тебя нету, как это, встречи одноклассников или что там? Нет, я с ними не общаюсь. Я недавно, кстати, сводноклассников видел в спортзале, в котором мы, наверное, лет 10 не виделись, и сколько там, короче. И он думал, что, типа, я, ну, я тогда трошником был, короче, типа, особо, ну, хулиган, трошником. Ну, короче, такой был интересный человек. А потом, когда он узнал, что я вообще работаю на другие страны, там, вообще, я сам на себя работаю на другие страны, и вообще у меня доход в долларах, он вообще перестал с... Ну, то есть, он такой, ну, ладно, все, вообще, он язык, блядь, проглотил. И когда он узнал, что вообще у меня, как раз, и диплом вообще офигел. Вот так вот, вот так вот. Так вот, жизнь поставила все на свои места, как я им говорила. Я им сказала, все, всех поставить на свои места, ваши золотые медальки, полная ересь. Извини меня, шесть медалистов, ни один на бюджет не поступил, ну. Ну, это да. Ну, это ненормально, я считаю, это... Догласим полностью с тобой. Все, аукно. Давай не будем о плохом, продолжим питон. Давай. А каким методом можно? Да куда же вон внизу метод есть? Валу я? Да. Ну, я же сделала. Ты бегаешь сразу по-сварю со значениями, зачем ты просто бегаешь по-сварю? Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Вот ты сейчас бегаешь, где у меня? Я бегаю по-сварю, да. Только зачем тебе лишние операции? Бегай сразу по-сварю со значениями. На 58-й, зачем ты бегаешь? Сразу бегай, по-сварю со значениями. Не-не-не, не кушай, не кушай, не надо. Давай в метод просто туда, и все. Мне здесь писать вот это? Да. А, господи, ну-ну-ну-ну. Я-то думала, что я туда неправильно. Я говорю сразу бегаю по-сварю со значениями. Во, нормально. Во, супер. А внутри валу я что ставить? Ничего, можешь оставить там в хорошее настроение. А тут что не так? Что-то ему не нравится? Ну все, мы те, что будем бегать с тобой, соответственно, поставлю со значениями. Вильям нужно вывести это значение. А где он и значение хранятся? Это оно. В какой перемене у нас хранится значение? Переменной? Да. Ты же меня бегаешь, да, где-то. Ну смотри, значение у меня вот здесь. Угу. Изначение в словаре, а в какой перемене хранится вот эти вот август и новембр? В какой? Есть какая-то перемена, которая хранит эти вот август и новембр? Перемена, как не должна быть, и ты, и ты, и Руме, которая твоя любимая спортсменка. У нас есть спортсмены вообще? Ну, ай. Ну, получается, в какой перемене содержится август и новембр? А? Вайкин. Чем ты не вылуп и кидаешь Айку? Зачем это будет больно? Она скажет, что это дело? Ты берешь туда Айку кидаешь, да? Пусть будет. Пусть будет. Давай, запускай. Ой, блин, там же еще эта игра. Надо дальше поиграть немножко. Что, я поиграл? Все, поздравляю. Вот твой. Август, новембр и апрель. Прикольно. Здорово. Угу. Смотри. И чисто для того, чтобы ты поняла, что там такое, britannica.diction.values на 60-й. Это здесь, да? Да, ты же хочешь узнать, что там хранится, diction.value? Да, посмотрим с тобой, что там хранится. Так, там хранится... Ладно. Я буду просто молчать. Чтобы фигни не сказать никакой. Давай, смотри, там наши любимые значения хранятся, да? А, ну да, да. Вот что там хранится. Там хранится, соответственно, наш кортеж. И внутри там идет список. То есть dictionary.values возвращает тебе кортеж. Точнее, он тебе возвращает список, да? Dictionary.values. Он возвращает тебе список в кортеже. Да? Вот как это говорится. Список в кортеже. Вот такая интересная структура данных тебя возвращает метод values. Соответственно, тебе список в кортеже не нужен, и поэтому ты берешь и айка бегаешь по нему, да? Да. Вот и вся магия, да? Да. Вот и вся магия. This is magic, я? А теперь я хочу от тебя, чтобы ты мне вывела и ключи значения хочу, чтобы ты вывела меня. Да? Выйди мне, пожалуйста, ключи значения. Сейчас, сейчас я выведу. Куда ты денешься, конечно, выведешь. И ключи значения. Да, да. Сейчас я все найду, полотниську. Конечно, найдешь. Там я тебя уже по конечку крутой материал подготовил. Что там? Да, это потом, не знаю. Так. И ключ, и значение. Это с помощью get? Нет. Это то, что ты делала сейчас, только похожий братишка метод у него. Там три брата, кстати. Три брата акробата. Сразу же дал подсказку. Три брата акробата. Поэтому пока подсказки больше нету. Три брата. Так, ладно. Этот? Не-не. Три брата, которые вот у братьев, у этого метода. Про какие братья мы говорим? У метод давал? У какого? У метода дикт или у какого? Да, у этого метода есть еще два брата. Ты можешь пользоваться Google. Там, да, у тебя документы. Я вижу, у тебя в конспекте, у тебя ты просто, у тебя есть братья, но они далеко друг от друга идут. То есть у тебя действительно в конспекте они есть, но они типа далеко от value. Но они есть у тебя в конспекте. Давай еще раз напомню. Тебе нужно вывести ключ и значение. Ну да. У тебя... Ну мне и надо кей и еще что-то, да? У тебя кей? Кей value у тебя должно быть. Кей value выводится, да? Кей value. Какой этот метод выводит кей value одновременно? У тебя есть вот перед глазками твоими? Ты видишь его или еще не видишь? Я его вижу. Вот это? Промах. Это? Нам нужно не удалять, да? Нам нужно не удалять. Нам нужно вернуть. Вернуть. Нам с тобой ключ и значение, да? Диктва... Как? Нет, ничего. Да ты близко уже, прям ты близко. Ты рано или поздно попадешь у меня. Прочитай просто, прочитай, как где написано. Там же вот у тебя же написано, прям, да? На какой тротуаре написано? Вот прям вот рядом, рядом ты у меня. Не вниз беги. Выше, выше, беги. Ну... Что там есть кто-то? Items. Items. А что там в этом? Я не знаю, что там, расскажи мне. Возвращает пары ключ и значения. Подходит нам? Да. Вот, давай попробуем использовать его. Если мне работал, там вы домашки? Нет. Нет. Ничего себе. Я с гид, гид, короче, работала. А, апдейт? Ну, там не было просто задач. Я понял, хорошо. Ну, клер, копия, это понятно? Это понятно, да. Вот. И вот с этим, да, овалы тоже работала. Поэтому я сразу же... А у вас там не были. Это, короче, это два брата. Запиши их поближе туда, поближе к Валусу. Забери-ка. Items. Икея забери оттуда. Это два брата его, запомни. Нет. Control X. Ага, давай поближе к ним. Во. Хорошо. Так. Не трогай. Возвращаем. Замени одно братом другого, и все. И все. Здесь будет небольшой один момент. Так как... Так как... Так как у тебя до этого не было понятия... Двух этериумых переменных, да? Каждая переменная должна в себе хранить какое-то значение, да? А так как ты мне держишь Айку, Айка одна не может разорваться, да? Помоги Айке. Позови ее сестренку. Позови сестренку, чтобы она помогала бегать по значениям. Вот у тебя Айка бегает, она не может разорваться. Она и по ключам, и по значениям бегает. И тяжело это сделать. Помоги Айке. Скажи, сестренка, на помощь. Ну, давай. Позови сестренку в Кайке. А как это сделать? Энт, типа? Нет, рядом Сайка сделать сестренку. Допустим, у нас будет Джишка бегать с ней. Будет сестренка, Джишка. Для Ай, запятая, или что? Угу, да. Нет, это Г, Гшка. Давай Джишка, да. Джей, Джей, давай Джей, Джей, Джей. Джей, такая... Ну, это что, не Джей? Точечка будет, это... Это Г, как бы. Джей, Джей. Такая вот необычная, ее редко еще используют. A, B, C. А, используют. Вот это, да, 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 это Джей, да? Джей, да? Да. Да, ну, отлично. Джей, Джей. У нас Джей, это как Г, да? А, Джей, Джей, это Джей. Во! Ей повеселее сейчас будет, да, как считаешь? Повеселее будет? Да, нормально. Видишь, как весело им, да, в твоем? Другу, понимаю, помогают. Знаешь, почему так у тебя получилось? Потому что айтем возвращает уже не один объект, а два. И все выявили только один за счетом значения, а айтем уже два, видишь? Дай вам в каком формате возвращает дикшенри айтем. Что там летит обратно? Давай по-своему нажми-ка на 60-й контур-д. Ой. А, ну я могу просто написать принт, типа, да? Да, ну ты меня так промахнулась. Давай. А это что-то, что-то не так. Ладно, давай. Принт не туда. Что же нам возвращает дикшенри, метод айтем? Ну, ключ и значение. Получается там список кортежей. Список кортежей он возвращает, да? Нет. Да. Список кортежей, да? Кортежей, да, я так и сказала. Да, вот. Вот такую интересную структуру данных нам возвращает метод айтемс, да? И чтобы нам с ним, скажем так, подружиться, мы с тобой используем разделение с помощью айки и джишки. Айочка у нас бегает по ключам, джишка у нас бегает по значениям. Видишь, как это бывает? Потому что если у нас нет айтемса метода, мы не можем с тобой словарь распределить. Распарсить. Понимаете, что такое есть? Распарсить. Мы не можем с тобой словарь распарсить на ключ и значение. А метод айтем нам помогает распарсить словарь на ключ и значение. Вот. Такой хороший метод, да? Угу. Далее, соответственно, у нас есть, это, кстати, это базовые методы. Есть еще кейс, да, но там просто ключи вводят, а скучно, да? Да, есть кейс. Но он скучный, ничего такого. Далее, смотри, что касается практики. Вот ты у меня, по-моему, используешь метод get. Метод get у нас что принимает первым параметром? Ой, сейчас я скажу. Ключ, получается, у него идет. Уже сверни левый вообще сайт-бар, зачем он нам нужно, я что-то не могу понять. Вот это? Левый сайт-бар, он зачем мне нужно вообще? Ну, у меня тут шпаргалки. Нет, левый сайт-бар нам зачем нужен? Сайт-бар. Что это такое? Ну, это, как бы, такая вот, такой блок, как бы, слева. Это? Он же нам не нужен, нажми там эту самую, нет, не надо так делать. Да, вот это. Он же нам не нужен, да, вообще? Угу. Так, смотри. Метод get. То есть, соответственно, вообще для чего нужен? То есть, каждый раз проверять наличие ключа в словаре было бы очень, ну, так, скучно, да? Угу. Для этого у нас есть метод get, который принимает, соответственно, искомый ключ, ключ, который мы с тобой ищем, запятая. Вторым параметром он возвращает либо 0, либо, соответственно, или есть ключ или нет ключа. Значение ключа. Нет, не значение ключа. Он возвращает, есть ли ключ такой или нету в словаре. То есть, если ты дашь вторым параметром 0, значит, что если тебе вернется в терминале 0, значит, такое ключа не существует. Давай мы с тобой быстренько метод get проработаем. Угу. Ну. А что сделать надо? Метод get будем прорабатывать. Давай. Ну. Такая же. Ну, на любой строчке, да, будет на 61 метод, вместо items'а где-то. На любой строчке. Ну, естественно, только не здесь. Здесь не надо так делать. А почему? Здесь так делать не надо. Бейс? А хотя, ты сама напросилась, да, попробуй здесь немножко возвращаться. Блин, я. Короче, кидай туда в get сразу же айку первым параметром. Айку, запятая, ноль. Ну, это явно тут мы в get прилипе. Короче, тут мы мозги ему ломаем сразу же. Это будет... Угу. Давай, я принтуй сюда, короче. А, принтуй сюда, короче, что там у нас, айка, get. Мы бегом с тобой, говорим, что где? В. В дикшенаре от get items. Он, скорее всего, либо... Ему плохо, джижка уже не нужна, ему будет плохо уже. Угу. Убирать джижку. Может, уже будет плохо здесь. Угу. И вообще, походу, он здесь забуксует. Потому что, когда мы им отдадим get, а get у нас он не то вернёт. Короче, он вообще не запустится здесь. Может, посмотреть, он вообще здесь заглохнет. Даже не запустится. Угу. Пробуй. Да, он даже не запустил. Знаешь, почему? Почему? А потому что метод get нам возвращает... Именно метод get возвращает нам, соответственно, на return значение, да? То есть там или 0, или какое-то другое значение, да? И айка не может бегать по этому объекту, да? Айка где может у нас бегать? Ну, в общем, объекту, да? У нас, может быть, да? Айка где-то объект? Айка где-то объект? Это что, к примеру? Что? Один, назови. Ну... Ну, любой один объект, какой у нас есть. Ну, вот как был, типа... Ну... Эйка где-то объект? Ну, к примеру, словарь или список, да? Да, 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 я так и хотела сказать. Ты так и хотел сказать, умничка, да? Соответственно, я так тоже, когда в школе учился, да, да, я так и хотел сказать, языка оторвали. Смотри, вот Айка бегает по этерируемому объекту. Исходя из этого, вот мы можем с тобой понять, почему она заглохла. Потому что... Dictionary.get не возвращает нам этерируемый объект. То есть, исходя из этого, да, тебе, ты не можешь здесь применять здесь метод get. Вот ты хотел просто изначально, я понял, ты выделял мне здесь метод get, и теперь ты понимаешь, почему ты не можешь, соответственно, этерируемый объект. Правильно? Вот и все, ты понимаешь, что здесь get нельзя. Get нельзя, поэтому, да? Да, мы с тобой, в принципе, можем завершить. И, соответственно, вот addictionary оставим верхний. Давай, используем этот get. Давай, явно, соответственно, доберемся до словаря, поднимем точку get, и туда передадим, допустим, не знаю, там, Анну, да? Давай. Типа и значение потом, да, я, по-моему, пишу. У нас второпараметры, по-моему, общий, он не опциональный. Давай уберем второпараметры, он не опциональный идет у нас. Попробуй. Запускай. Запускай. Запринтану. Ну, было бы неплохо, кстати. Опа! Забираешься второй control x и принцуй. Ты заметил, что ты меня принтуешь, да? Да, словарь. Убирай дикшн или отсюда. Нон. Угу. Потому что у него нет ключа. Потому что... Дай-ка, пустя, Анны... Да, действительно, потому что Анны не существует, да, с маленькой буковки Анну. Попробуй. Та-дам! Круто. Да, по умолчанию, если ты второй параметр в get не даешь, у нас, соответственно, по умолчанию нон. Но если ты явно пишешь, Анна запятая, допустим, ноль, или Анна запятая, слово нет, допустим, то ты явно отдаешь вместо нон нет, допустим, да? Угу. Поэтому по умолчанию у нас второй параметр опциональный, да? Угу. Вот так это работает. Кстати, я вижу, что у нас сейчас идет кофе-брейк второй уже. Угу. Пойдем. Да, давай, сейчас тогда вернемся. 15.30... 15... 15.24 возвращаемся. Окей. Угу. Все. Так, смотри. Я уже буду тебе давать задачи, и ты их будешь делать. Угу. Так, вот метод get мы с тобой поработали, он такой. Есть еще метод setDefault. Вспомнишь метод setDefault? Да. Хорошо, твоя задача... пробежаться, допустим, с помощью ifo, допустим, если... Ну, к пример, будет у тебя ключ, допустим, там, что там у тебя, Анна? Допустим, если Руслана нету, если Руслан не в списке, если Руслан не в словаре, то сделай дефолтное значение Руслана. Угу. Давай. Словарь подойдет там, тот, который сверху дикшенаря. Угу. Давай, если Руслан не в словаре... А нам нужно... А... If name? Если Руслан не в словаре... Ну, можно на латинском лучше. Не знаю, как по-английски... Ну, как же? Р, у... Как же? Я напишу. Ты же мне поэт, разработчик. Давай. Ой. Так. Не в словаре. Not. Да. If not. Да. Не в словаре. Not. In dictionary? Угу. Но мы будем, соответственно, задавать дефолтное значение, допустим. Так, у нас получается... Светлан Титчер будем написать. Светлан Титчер. Так. Светлан Титчер нужно ли применять? Сейчас, сейчас, секундочку, пожалуйста. Дикшнери точка, set default. Да? Угу. Да? Угу. Да. Ладно. Так. И сюда нам нужно ключи добавить, да? Угу. Ну, Руслан и значение Титчер, допустим. А, просто так, там не нужно не читать. Просто, да? Ключи, да, ключи значения, да. Нет, Руслан. Титчер, Руслан. Нет, Титчер идет по вторым параметрам. Типа два параметра? Выходи из строки. Выходи из строки, выйди из нее. Угу. Запятая. Второй пошел параметр. Давай. Тоже в кавычках? Да, строка. Угу. Как-то так. Пробуй. А мне надо принтануть еще, да? Print dictionary, да? Угу. Да. Все. Пробуй. Все, все готово. Ты проверил, да? Наимели-то как сделала? Ты же не принимала у меня. А, ты явно без инпута точно. Да, это легкая задача здесь. Просто если у Руслана нету в словаре, мы делаем все дефолт, да? Угу. Это легенькая задача. Мы же можем с тобой сделать хитрее. Можем написать, есть ли name. Ну-ка, да, если name. Надо на и разлокировать тогда. Надо на и разлокировать тогда. Разблокировали. Давай, если name не в словаре, давай. Угу. Во. Давай, пробуй. Угу. Напиши, Анна, сначала. Не так. Все хорошо. А теперь напиши, Руслан. А, надо заново. Да. Та-дам. Отлично. У всех. Да. Видишь, у тебя цикл ИФ дал true, потому что, ой, инструкция ИФа дала true, потому что, соответственно, у нас Руслана не существует в словаре. Она дала нам true. И вызвала следующую инструкцию на 64-й, на 65-й. Поэтому все отлично. Блин, знаешь, что я вспомнила? Короче, хочешь прикол? Я делала на степике задачи, короче, задачи, которые решили только 30% людей, я их решила без ошибки. Хотя, Вер слушает, задачи, которые решили 80% людей, я ее решила с четырьмя ошибкой. Я четыре раза ошибалась. Ничего себе, что там за такие задачи-то? А это у меня так постоянно. Именно легкие задачи, я их хреново... Там где уже, далеко уже на степике? Да, у меня там цикл в цикле, короче. Сколько там уже баллов, 500 набрала, да, наверное, уже? Я не знаю, там, может, я не знаю. Ладно, там слева наверху баллы есть. Окей, смотри. У меня там было и по 10 баллов. Умница. Смотри, вот... Степик степиком, это такая... Степик, это, конечно, хорошо. Это хорошо для базы. Именно базы, для начала. Ну и для повторения степика хорошо. Там же, рано или поздно, ты на степике дойдешь... Ну, примерно, что мы будем делать сейчас, примерно. Рано или поздно, ты мне дойдешь на степике, да? А мне две темы осталось. Ну, чтобы дойти до этого. А, ну ладно. Хорошо, отлично. Далее, смотри, вот мы сейчас с тобой проговорим такое понятие, как... У нас есть такое, кстати, понятие, которое называется красивый вывод. То есть, с помощью метода pprint. Ну, это специальный вывод для дебага. Но, в принципе, нам больше интересно сейчас вот получать все ключи с помощью функции кейс. Есть функция кейс, вилл и айтем. Это наши три классических братишки, да? Вот. И в целом... Ты у меня уже проработал в цикле вайл, когда мы с тобой вводили ключ и вводили его значение. Это слишком легко для тебя будет, да? Или не слишком легко. Дай-ка мне через нейм. Хочу, чтобы ты переписала мне 64-ю строчку так. Дай-ка, закоминь 64-ю вообще, закоминь ее. Угу. Я хочу, чтобы, допустим, чтобы ты вот при вводе в input, допустим, ключа, у тебя выводилось его значение в принте. Сделай это. При... В приводе в input у тебя будет вводиться ключ, допустим, Анной, чтобы у тебя выводилось в print август. Агуст. Давай. Это с помощью метода кейс, да? Это с помощью метода values, да. А. Ты же сказал, что кейс. Ну, кейс это для новичков. Ладно, шучу. Кейс просто он ключи дергает. Нам это неинтересно. Нам больше интересно... Но это слишком легко. Давайте сложнее задачу сделаем. Угу. Вот если с помощью метода кейс, как это работает? Мы просто берем, соответственно, кейс кладем в интерьеру объект и просто выводим все ключи. То есть, Анна, там, допустим, Мария, это ключи являются, словаря Анна и Мария. Вот. Но мы же можем с тобой, допустим, если мы с тобой будем вводить в name, допустим, Анну. Я хочу, чтобы в принте было значение Анны, то есть август. Это как ты сделаешь? Так, а мы же вон делали. Но мы делали похожий, да, значит. Покажи, где мы делали. Вот. Нет. Да. Мы здесь не получали value. Здесь мы выводили полностью ключ и значение. А твоя задача в input принять value, ключ, и вывести его значение в принте. Вот у тебя в input прилетела Анна, и в принте должно получиться его value Анны. Хорошо? Как ты это у меня сделаешь? Убери нот. Убираем нот. Угу. У тебя вот в name прилетела Анна, в принте должно вылететь ее значение. Сейчас. Значение. Это мне нужен метод value, да? Нет, ты можешь намного легче там сделать. Просто это быстро сдачка на логику. Так а что? Вот у тебя в name прилетела Анна. Ну. Соответственно, она находится в словаре. Она действительно, если name в словаре, она тебе даст true. Действительно, name есть в словаре. Вот. Соответственно, у тебя нужно в принт вывести значение Анны. Ну, value. Ну, ну, хорошо, напиши, хорошо. Напиши, как ты думаешь. Нет, print. Ты же мне свел, это выведешь еще всех. Ну, а мне-то что надо? Я говорю, ты вводишь в name, у тебя летит Анна. Хочу, чтобы у тебя просто вывелось август и все. Мне не нужно все, там, август, новембер, мне не нужно. Мне нужно с тобой именно конкретно, конкретно значение то, что ты вводишь мне в input. Конкретное значение. Ну, да, get. Ну, ты можешь использовать get. Ты можешь действительно использовать здесь get. Можешь, а можешь еще по-другому сделать. Как ты еще можешь, кроме get, это сделать? Еще легче. Без, вообще без методов. Вообще легко. Сделание вообще легко, прям вообще на изи. Без методов, без пункта, без ничего. Просто напрямую обратись. Типа вот так, короче, где мы делали вот это? Ну, похоже, да, просто напрямую обратись и все, напрямую. Просто напрямую. Нам его не нужен, да. Да, просто напрямую обращайся и все. Кто-то теперь цыпак убери. Не надо так а написать. У тебя же зачем жестко-то пишешь Анну? Ты еще раз, может быть, там, может быть, там, не знаю, Мария. Ты будешь ручками меня изменять, Марию? Поняла. А сейчас у нас, не знаю, может быть, там какой-нибудь кто-нибудь там вообще. Это уже лучше. Сейчас будешь тащить дневник. А что? Что ты делаешь дальше? Что ты дальше делаешь? Что мы задумались здесь делать еще? Все? А что-то еще нужно здесь делать? Давай посмотрим. Я думаю, что нет. Может, даже не смотреть. Даже ничего не надо больше делать в пинте. Давай-давай, Анна. Ну, все, вот она, вот задачка в одну строчку, да? Ну, я не умею такие задачи решать, у меня они не получаются. Ну, потому что до этого у тебя именно нет такой еще ассоциативной памяти. То есть, и мы говорим, что если... То есть, по факту, здесь вообще даже нам не нужно, не знаю, там, этот... If, это для более такой интересной задачки. То есть, если name содержится в dictionary, у тебя будет принтоваться его значение. Иначе, если не будет содержаться в dictionary, можешь вообще, надо сейчас еще более расширить эту задачу, напишать else. Else. Туда, else. Нет, не сюда. Вот, блин, конечно. Вот, естественно, иначе написать, допустим, иначе ты будешь добавлять значение. То есть, если у тебя содержит значение, да, в словаре, ты просто вводишь его в value, да? Иначе, просто, иначе добавляешь новое значение. Давай, иначе добавляешь. Нет. Нет. А что? Нет. Иначе добавляешь. Как ты будешь добавлять у нас? У тебя будет, соответственно... У тебя будет, этот, товарищ-то, кто там? Ну, апдейт я буду делать. У тебя будет dictionary от name равно... Давай, dictionary от name равно name, допустим. Нет. Dictionary от name. Dictionary от name равно name. Dictionary от name. Dictionary от name равно name. Куда пишем? Равно name. Так. Равно name. Все отлично, запускай. Теперь сделать такого значения, который у тебя не существует. Давай, запускай. Там надо еще покажешь. Print dictionary, ну ладно. Короче, Валера, да. Вот дай-ка мне на 67 строчке print dictionary. На 67. Ой, на 69, точнее, да. Ага. Print dictionary. Запускай. Давай еще раз, Валеру, давай. Та-да-дам. А теперь ты мне расскажешь, как это работает. И почему добавили Валеру. Ну, Dictionary от name равно name. Ну, типа у нас... 63 строчки, рассказывай мне 63. Если... Если name... Нет, если Валера... Нет, если Валера... Если Валера в словаре, то мы принтуем... Так, да. Dictionary от name. То есть, ну, у нас... Дичь, ну, я от Валеры. Да. Иначе, если его нет в словаре, то мы... Ну, типа у нас получается дикшнary от name, которому мы присваиваем еще раз name, да? Не-не-не, сразу же не говори. Если Валера в словаре... Если Валера в словаре... А Валера там нет, поэтому false. Мы вообще... Мы с тобой инструкцию if не проговариваем дальше. Мы не говорим там 66 строчку, потому что мы уже в if не пойдем. Потому что ты говоришь, если Валера в словаре, а Валера там нет, все. Значит, цикл... Значит, инструкция if нам дает false. И мы уходим из if и develop. Ну, у нас получается... Иначе, иначе. Иначе. Валера в словаре... Нет, иначе дикшнер... Иначе словарь от Валеры. Давай... Нет, давай более официально. Иначе словарь по ключу Валера. Иначе словарь по ключу Валера равно Валера. Равно Валера, да. То есть мы... Иначе словарь по ключу Валера присваиваем Валеру. Да. И принтуем дикшнер. Да, и принтуем словарь. Отлично. Давай. Запускай еще раз. Это такая просекозадачка здесь чисто так поразмыслить. Ну вот. Вот она, да? Мы с тобой if инструкцию миновали и ушли сразу же в wealth. А в wealth мы с тобой накидываем новое значение, да? А давай-ка мы с тобой, ну да, здесь, соответственно, что-то посложнее сделаем, да? Импортируй мне вот print, есть инструкция print, pprint. Хотя дебаг, да тебе нет, дебаг не надо тебе дебаг, ты у меня с дебагом особо-то визуально тебе ничего не даст особо. Сразу же пойдем, знаешь, на какую задачку пойдем? Давай будем с тобой объединять словари с помощью конструкции распаковки. Конструкция распаковки 3,5 и выше появилась. То есть новый способ объединения словари с помощью конструкции, скажем так, две звездочки, да? Как это работает? Вот смотри, допустим, вот у нас есть один словарь, да там вот dictionary, и давай второй напишем second dictionary. Second dictionary, давай, second dictionary. Поднимись к словарю туда и сделай братишкам. А нет, поднимись-ка наверх, дай-ка control D. Дай-ка control D, будем легче. Давай control D. Дай-ка dictionary secondary. Или dictionary 2. Два циферку 2 поставь. Во. И сделай там, не знаю, Анна 1, Мария 1, к примеру. Далее на следующей строчке, дай мне enter. Мы с тобой с помощью, давай, дай-ка мне print. Словарь поднимай, словарь. Сам словарь, ну, эти фигурные скупочки. Давай, словарь. Дай-ка первым параметром у нас будет с тобой, первым элементом в словаре у нас будет первый словарь. Дай-ка 2 звездочки, 2 звездочки. 2 звездочки, первый словарь. Это у нас dictionary. Да, табуляция, запятая, второй словарь. Запятая, две звездочки, второй словарь. Второй словарь. Да. Пробуй, работай. Та-дам! Короче, вот такая приколюха появилась в 3,5. Ее раньше вообще не было. Это, напиши справа, конкатенация словарей, ну, или объединение. Напиши справа, конкатенация или объединение. Вот так незамысловато можно объединять словари, да? С помощью распаковки. Угу. Такой, наверное, скорее всего, такое ты не найдешь в интернете. Ну, или редко найдешь, не знаю. смотри, смотри, важное понять, да? Вот ты сделал конкатенацию. Угу. Фактически, вообще, ты можешь передать больше, чем два словаря, три, пять и так далее, да? И эти копии являются поверхностными. То есть, ты должна понять, что это дип копия. Это, это, он тебе возвращает, соответственно, копию, глубокую копию. То есть, чтобы потом понять, что такое возврат копии, мы потом на следующей теме познакомимся, что такое глубокое копирование, просто копирование. То есть, допустим, некоторые функции могут возвращать тебе уже копию объекта, да? Копию. Не сам объект, а копию объекта некоторые функции могут тебе возвращать. И потом, потом мы познакомимся, что такое копия объекта. Это более сложное понятие. Но, но, сейчас мы с тобой поработаем с объединением словаря с помощью функции update. Вот есть такая функция update, твоя любимая, да? Угу. И с помощью нее можно делать всякие крутые штуки. Можно обновлять значения словаря, можно, допустим, добавлять какие-то... А можно даже объединять словари. Давай мы с помощью функции апдейт объединим словари. Давай, убираем вся ту строчку, она мне интересна, комментируй ее. Ага, дай-ка ту новую строчку там. Соответственно, как работает апдейт? Да легко. Обращаемся к первому словарю. Поднимаем у него метод апдейт и кидаем туда второй словарь. Я так и знала. Ну, отлично. Так, и второе слово. Не знаю, вот не воет. Давай x равно и print x. Давай x равно, print x. Ага, давай. Все получится, я уверена. Давай. Опа! Вся конфетка. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Алло! Ну, все, блин. Ха-ха-ха! А все, приехали. Что делать будем? Давай, работай, работай. Ну? Убираем x, нам не нужен. Printing dictionary. Все, получилось void функция, да? Да-да. Получилось void? Давай быстренько прибежимся по удалению элементов. Давай, сейчас ускоришь чуть-чуть. Давай, постарайся сейчас. Я хочу удалить Марию. Метод Клэр, да? Нет, есть метод Клэр, мне кажется, вообще все удалишь. Да, дали Марию. Сейчас, подожди. Это не то. Удаляет ключ? Нет, это не то. А давай с помощью Дэлла это сделаем. Чего? Давай, с помощью оператора Дэлл. Давай, поднимай Дэлл. Давай, оператор Дэлл. На следующей строчке. Давай, Дэлл. А нет, на предыдущей, да? На предыдущей перед принтом. Давай. Давай, Дэлл. Дергаем с тобой, соответственно, словарь. Отключай Мария. Словарь, подключай Мария. Перемены Марии нет. Пробуй. Все, скушала Марию, да? Далее, давай мы с тобой используем метод ПОП. Не хочу Дэлл, Дэлл скучный, хочу ПОП. Энтер, дай мне. Дай мне теперь Марию скушаем из второго словаря. Соответственно, тебе нужно обратиться к словарю. К второму, поднять метод ПОП. И дернуть туда Марию кидать. Кидай туда Марию. Сейчас. А она в каких-то скобочках туда? Ну, как, строка будет все. Или строкой просто, да? Строка, да. Ой, не жаль. А чем отличается ПОП от Дэлла? Чем? Чем-то отличается, да? Судна. Получилось? А, надо Мария 1. Опа. Ошибочка, да, вышла у нас? А что они удаляют? Почему? Принт они, Дикшн или 2. Контрол-Д дай мне на 50-30. Контрол-Д. Дай мне Дикшн или 2. Угу. Угу. Нету больше там Али, да? Соответственно, как это работает? Вот, во-первых, ПОП, он работает с ключами, да, в качестве аргумента. Вот. И, кстати, у нас еще есть метод, функция клир, как ты говоришь, да? Угу. Давай мы с тобой клиром вообще зачистим все, все, весь словарь. Зачисти клиром. Сделай мне 53.клир. Так. Да. Нормально. Ну, все, вот он у тебя голенький словарь, видишь, пришел. Угу. Соответственно, смотри. Заметь, у тебя, видишь, нижний словарь не пострадал. Хотя ты мне на 50-й строчке взяла, объединила их, да? Угу. А потому что ты объединяешь там, на 50-й строчке, то есть в Дикшн или, а все-таки с Дикшн или 2 ты не работаешь, да? Видите, заметил у тебя, что, получается, 55-й строчка не пострадала? Ну, да, да. Потому что ты здесь не работаешь со вторым словарем, ты удаляешь у первого словаря. Хотя, самое интересное, что ты меня на 50-й строчке взяла и объединил их в один словарь, да? Угу. И по логике вещей ты должна была и второе удалить, да, раз ты объединил их, да? Угу. Но так как объединение происходит у нас, во-первых, выше, а во-вторых, ты там не задействуешь второй словарь, у нас, соответственно, не удаляется второй словарь. Вот, смотри. Что касается далее. Можно проверить на наличие, сейчас с помощью оператора членства, как мы с тобой сделали, да? То есть, если этот ключ у нас в этом словаре, он тебя возвращает булевое значение, да? А ты у меня, кстати, с функцией копия работала уже? Нет. Еще не работала. Хорошо, далее. Вот прислаем значение с помощью оператора равно, да? Ты же у меня умеешь прислать значение с помощью оператора равно? Ага. Ну, отлично. Смотри, вот. А с понятием словарь в словаре, в ложной словаре ты у меня работала уже? Мы не делали в ложную словарь. В ложной словаре не делали, не делали. Не делали в ложные списки. Угу. Ну, в ложной словаре тоже бывает. Ну, то же самое. То есть, в ложной словаре это то же самое, как в ложной списке, да? Угу. То же самое. Соответственно, далее, вот мы сейчас с тобой быстренько пробежимся, наверное, по функции копия. Да, давай пробежимся по ней. так или сейчас дам какой-нибудь примерчик даже чтобы ты у меня а ты с методом поп-айтом работала поп-айком до поп-айтом попробую место клэр дать поп-айтом на 53 вместо клэр дай поп-айтом поп-айтом работой еще раз я запустил убери дэлит и перед элит и сверху вся ты со 1 камень так смотри в целом поп-айтом что о чем делает то есть метод бывает возвращать произвольно выбранную пару ключ значения произвольную вообще и рандомную да напиши x равно поп-айтом вот этот икс дай добавь еще переменную x x равно поп-айтом ну да вот x равно и x принтой допустим тесно вот не воет узнаем не воет еще раз допускай еще раз какой-то рандом срабатывает короче смотри но еще раз короче там рандом на какой-то статистике работает короче об айтем возвращает произвольно выбранный ключ значения и удаляет эту пару и словаря самое тесто что папа это дело две вещи он защит призвольную выбранный парк значения удаляет эту пару словаря где такое может применить пригодится сразу же искать не могу но метод есть такой и принципе он это момент тоже может пригодиться то есть но явного сразу же применения пока не вижу соответственно это только допустим если мы хотим получить рожданный удалить их вот в момент когда нам нужно получить данный сразу удалить до метод попай там было бы идеально то есть мы с того сразу он возвращает нам но самое тесто что возвращает произвольную выбранную пару да вообще рандомную то есть где такое может быть не знаю где нибудь в игра угадать число да допустим где то что то что то связано с рандомом то есть где то что получили из списка забрали рандомное число да и удалили сразу живу вот где-то в таких моментах допустим какие-то там и азартные игры что такое вот то есть получить число и удалили эту пару сразу же получили число удалили рандомное все где-то в таких моментов это нам такой метод нужен будет так далее мы с тобой уже поработали с классическими тем самыми товарищами и пора уже перейти на задачку сейчас дэв мэйн мы с тобой мы с тобой можем сейчас про просеку задачку сделать я скажу так 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 сейчас подумать задачка вылазь и вылазь и если мы с тобой напишем на тебя что-то сложно давайте же мне легкие легко доделаешь так давай мы с тобой тогда просто к задачку сделаем вообще противопростенькую и твои скажем так скиллы soft skill hard skill поднимаем здесь соответственно у нас будет 3 4 у нас будет 5 переменных 5 переменных и допустим это будет у нас простенькая игра которая будет манипулирую со словарем допустим ну допустим не знаю там свяжем с ними дни рождения друзей допустим вас будет играть не рождение друзей у нас будет глобальная константы у нас будет глобальной константы и вот вот у нас будет допустим name 1 до равно 1 это будет 2345 и так далее 12 345 давай 1, да, 2, 3, 4, 5, давай мы с тобой создадим с тобой функцию, допустим, devBirthday, или dev, допустим, да, ну devBirthday тоже нормально, devBirthday, окей, соответственно, далее у нас эта функция будет создавать нам пустой словарь, давай создаваем, давай, назови так же он, devBirthday словарь, далее мы с тобой будем инициализировать перемен для выбора пользователя, допустим, у нас будет choice, типа choice, как выбор пользователя, да, you know, choice, h-o-e, e будет, e-c-e, c-e, c-e, отлично, choice у нас будет 0, как бы как каунт наш любимый, да, далее мы поднимем с тобой, дальше у нас будет с тобой цикл вайл, давай мы с тобой только enter, дай мне здесь, цикл вайл, и до тех пор, пока у нас choice не будет равен нашему name 5, до тех пор, пока у нас choice, while true, до тех пор, пока у нас choice не будет равен нашему name 5, до тех пор, пока у нас choice не будет равен нашему name 5, мы с тобой будем получать, допустим, получать choice, давай, будем стоять получать choice, choice, равно, допустим, мы сейчас вообще интереснее этого сделаем, это вообще сейчас сделаем через две функции, у меня же функции функции уже прокидывала, пора сложно вообще будет, пиши get choice, get нижнее подчеркивание choice, мы с тобой еще не познакомимся с понятием обратный вызов функции, там вообще можно заблудиться, да, это будет функция get choice, это будет функция, пока ее нету, но она будет, следующий мы с тобой знаешь, что сделаем, мы с тобой будем обрабатывать вариант действий, то есть, допустим, если choice равен, если choice равен равен, допустим, name 1, то у нас будет вызываться функция, допустим, сейчас скажу, у нас будет вызываться функция lookup, у нас такой еще функции нету с тобой, она будет, это вообще у тебя будет связка из трех функций, прикинь, у нас будет вызываться функция lookup, ну нижней подчеркиваем между up лучше, кстати, up это как up, и тогда будем кидать с тобой, допустим, наш словарь, параметры, да, будем туда словарь наш кидать, передавать, вот у нас из одной функции будет передача другую функцию, понимаешь, как тоже устроена, да, элиф, элиф, choice равен, элиф, choice равен, элиф, choice равен, name 2, choice равен, name 2, эммм, будем с тобой вызывать функцию add, это еще одна будет функция новая вообще будет, будет, нет, не трогай, а я там просто что-то сместила, он, он сам же тебе все сделал правильно, так элиф, что нам делать надо, будем еще одну функцию вызывать add, функция будет add, туда будем передавать наш любимый birthday, словарь будем передавать, ну и так далее, там надо еще на м3, на м4, на м5, давай скопируй полностью элифы эти любимые твои, давай компируй, давай полностью копируй, нет элифы говорю, да, квадратце, давай вставляй, поехали, еще раз вставь, потом сделаешь, еще раз вставь, и нормально, да, давай, давай, альт таб, убери табы, еще табы, 95 и 97, хорошо, и меняем, здесь у нас будет функция change, у 2 будет функция change, а у 3 будет delete, здесь будет change, change, а не там будет delete, как ты понимаешь, мы с тобой делаем компонентный подход, мы с тобой одну сложную задачу, это было несколько подзадач, да, delete, далее, как ты понимаешь, может с тобой еще создать 1 функция, 2 функция, 3 функция, да, 4 функция, а нам здесь не надо ничего менять, ничего, если 4 функции нужно создать еще, и в choice на м1, и в чем тут на равно на м3, наверное, да, конечно, надо менять, внимательно, да, умничка, далее, кстати, у нас 5 что ли, 5 товарищей, да, так, а мы с тобой отрабатываем, где 1, 1 отрабатываем сверху, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, хорошо, далее, смотри, ты готова создать еще одну функцию, да, я готова, да, у нас будет, соответственно, get choice функция, объявляй мне, следующее, dev, dev, get change, давай, dev, get choice, от начала, ну, конечно, у тебя будет отдельно функция идти, пока вложенные не будем с тобой учить, пока следующая будет тема вложенная, давай, давай, get choice, будет называться, это, кстати, dander, слышишь, это dander у тебя всплыл, сейчас видела, это был dander, не так, что там было, dander, короче, такая переменная, с двумя подчеркиваниями, это dander называется, ладно, короче, смотри, пиши здесь, choice, принимай choice, и туда кидай input, давай, choice, да, это уже крупненькая задачка у тебя будет, да, да, блин, choice, равно, интеджер, давай, дверь, не в интеджер, да, интеджер, и туда не подкидай, напиши, типа, write, хотя бы W, букву поставь, иначе вообще ничего не поймем, нет, не так, букву не надо переменную класть, да, ну, R, ну, давай, write, хорошо, далее, смотри, у нас будет тобой, цикл value, давай, while, 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 а, цикл while, да, далее у нас с тобой будет, допустим, до тех пор пока while, choice, меньше, меньше, name 1, да, меньше name 1, или choice больше name 5, name 5, да, соответственно, то мы с тобой будем делать, choice равно, choice равно, интеджер, и опять input туда, опять write, choice, интеджер, input, туда write, букву, ну, все, осталось вернуть нам наш любимый choice, который мы с тобой манипулируем, давай, уходи из цикла, возвращай choice, давай, уходи от цикла, возвращай choice, очень далеко ушло, давай, возвращай choice, так, да, отлично, choice у нас есть, далее нам нужно с тобой создать нашего хорошего друга еще одну функцию, назовем ее lookup, и эта функция уже будет принимать параметры, какие она будет параметры, как думаешь принимать lookup? параметры, сейчас, минуту, да, пиши, сюда же, чего, почему он мне не дает, почему я должна вручную писать? вот и дает тебе без меня бесит, когда так получается, я привыкла уже давай, переменную name равно input, и опять туда write name равно input а зачем тебе не дает, хочешь скажу, а потому что ты можешь любую условную переменную написать, любую условную, а ну это когда, поэтому тебе вот тебе не дает далее мы с тобой будем что делать, while опять? отыщем его в словаре, print просто отыщем в словаре, она будет просто look, look это по-английски искать, look me, да? а print что? а мы доберемся до нашего birthday.get birthday.get и выведем с тобой, соответственно, давай, .get .get и кидай туда наш любимый name name, запятая допустим там, не знаю, null или non, как, а у вас, я же в питоне тут у вас null нету ok, следующая функция, функция added, мы будем добавлять, допустим, что-то будем добавлять, да? а функция это что принимает? конечно, в хорошем там надо enter и новую строчку оставлять между функциями, ну ладно бёрзды? да, 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 да давай, сенсы это принимают у нас бёрзды, прям ты можешь любой перемен, не обязательно написать бёрзды, ты можешь написать буковку b, напиши сюда буковку b, я просто не знаю нет, я бы вот так писать ну ладно enter между функциями сделай у нас помидорки могут закидать ой соответственно эмм так, add смотри name равно, опять input будешь принимать давай, name равно input он мне так далеко улетел ну вот видишь, как захотел, так видишь просто input будет, даже без integer, а просто input, не надо, мы имена будем вводить борьба началась давай пиши туда, тоже какую-нибудь букву подай несчастную букву хорошо, конечно, то что ты одни и те же буквы дашь, ты не очень хорошо, потому что ты потом input, не разберешься, какого где ну ладно ладно, оставь, оставь, оставь нет, нет, нет а молодец, ладно, смотри а теперь беды и будем перемена троябой беды бежать его будет нас перемена 2 бежать беды ну и кидать до импута 5 твой любимый там будет у нас бьет наши бежды так иначе ну выходи отсюда и файл если если не им не в словаре если не мне словаре мы будем с тобой записывать а словарь у нас какой дикшен бежды а вот он вижу пойдет запись давай запись ну да записывай пиши пиши бежды от 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 ней мы равно бд берст от ней мы равно бд мы что чтобы добавлять значение словарь помнишь да а иначе элс иначе элс return true return true вот смотри вот аналог return true мы могли написать print запись существует да но нам лень что писать print или запись существует мы просто пишем return true чтобы не писать эту всю хрень то есть просто когда у тебя в терминале выйдет от цифр к 1 и познаешь запись существует понимаешь типа облегченной инструкции return true видишь типа для ленивых да далее смотри функция change у нас с тобой еще две функции давай ускоримся это большая программа до мега большая программа я вообще максимально быстро стараюсь давай давай пока нас на встрече функция будет это мы с вами поработали change давай change еще до change да и соответственно 5 у нас будет name input и будем принимать не брону input у меня вообще будешь когда на боевой практике выйдешь у тебя будет там не знаю может быть 200 строк кода 300 строк кода может 500 строк кода посмотрим норм ну норм да name равно input соответственно далее у нас с тобой будет если name в если name в словаре если name в словаре тоже ассоциативную связь замечаешь да чувствуешь ее связь ты можешь калькулятор ты мне так делала да 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 ну вот и все далее смотри и если name в словаре мы будем что бежды переопределять давай бежды и равно input бд равно input ну бд до бд равно далее и следующая строчка мы с тобой будем опять бежды от name а равно бд бежды не надоелс не надо покаялась не надо бежды от name а равно бд докажем отрубца рыба вот у меня их вижу ты меня взяла язык и ушла до ой давайте else и опять твой любимый return one return return 1 напиши вообще даже очень написать return 1 так для ленивых чисто до далее функция билит давай однако у нас тут прям большая включилась важеный у нас будет соответственно 5 мы принимаем делите да давай далее если name словаре если name словаре я что что у нас каждая вот функция на что-то делает 1 добавляет другая удаляет давай воспользуюсь либо поп либо дл давай либо ну давай дл айдл давай дл бежды от name а давай дл бежды от name а иначе элс и тен и тен фоллс ну или тен 0 напиши ему явно чтобы он тихо фолл же у нас терминале не выводится вроде как тем 0 до все вызываем поехали вызывать будем большую функцию большую функцию да вот это вызывая большую функцию и параметры мне они нужны не зачем давай работаем р ты можешь получать я вот не могу так ну вот потому что не лев что ли ладно давай работаем 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 а что 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 давай пиши пиши ну так ладно просто буковки у тебя первый input какой принимает int input нет у тебя пера принимает это выбор позиции элт и эллип и так далее чё есть вот твой выбор может тобой либо добавить либо удалить либо изменить давай мы с тобой сделаем метод добавления вызовем типа n чтобы вызвать метод этом нужно name 2 она им 2 чему равен 2 по моему да им 2 чему равен посмотри ну двум двум вот давай до 2 далее мы с тобой ушли в эд пришло кэшка пришла наш любимая давай пиши типа в ней мачо у нас слова на словарь у нас пустой пока если name если name нету в бёрзды то соответственно кидываем давай не знаю анна и той допустим твой до твой год рождения допустим или там это твой год рождение допустим здесь все это уже дальше с тобой дальше мы с тобой откуда пришла у нас вот она пошла да это это получить get choice да то есть у нас получать мы ушли с тобой в оттуда ушли в get choice до ничего из писать ну что-то нас требует число требует от нас друзья на 2 напиши 2 и и на что куда повели нас в этом и да и нас в это повело мы опять вводим сюда соответственно и такие у нас да а мы с тобой ушли то значит получать не в это изначально а мы с тобой уж не получается в другого товарища давай кей name опять да на любой уже накидает любой и вообще любой печь давай давай это безды давай давай чтоб пиши любые цифры ничего хочешь пиши тогда бесконечности что раздача понять где где непосредственно у нас идет ошибка вот здесь это смотри а есть ты мне вместо x0 ну типа я понимаю о чем тут написано и не буду переводить я понимаю смотря если ты мне в print вместо return напишу первых print вместо return во первых ты принт напиши там и там здесь да во первых вместо return print напиши там давай один там и там print 0 1 и там print 0 в другом сейчас запустись давай отработаем с тобой часть это будет нет нет такого давай я выдавать главных функций биржды он хочет меня r хочет тебя получается до тех пор пока что есть не равно 5 на им 5 тебе нужно допустим уйти в это нам нужно им 2 то есть что есть я должен быть ним 2 ну-ка выше на берега смотри у тебя часть 0 изначально бьешь запускать часть 0 до изначально далее как это работает соответственно часть нас потом уходят другие и да получается мечеть постоянно переопределяешь у нас чуть идет чуть равно get choice а get choice у нас вообще другой функции принимается смотри-ка как интересно сделали мы снова видишь у нас на 8 на 90 строчки мы с тобой не input на 90 строчки принимаем да а мы станете строчки вызываем функцию get choice которая из низу идет вот она и вот тут и строчка принимает твой choice видишь да вот только принимает твой choice и его начинает соответственно возвращать вот возвращается предыдущую функцию в get биржды и оттуда уже мы с тобой дальше манипулируем исходя из чего это давай в один нам два цифра ку да дальше вот можете с тобой кеюшку да а кеюшка это у нас поеду правильно нажми луки где-то где-то напиши там и один допустим и один чтобы точно все нормально соответственно давай запускай свою шарманку да вот я не хорошо пиши сюда соответственно наш ну любые там не знаю кто что хочет а давай давай пиши ну любой куда мы ушли дальше в чай получить get choice да посмотри почему тут почему ушли из-за этого что есть посмотри если нет если нет смотри вот мы с тобой ушли соответственно во первых инструкция return убери сделать print 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 true или print 1 вот каким образом он переходит из-за 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 вот отсюда из-за кем образом переходит вот если нет никаких не return еще нету как он возвращается но из-за этой функции большой запустил еще раз запусти еще раз почему 3 а вообще так отрабатывают у тебя странно я не знаю а покажи а где-то ошибка короче помню тут ошибка в поди и и поэтому у нас там так крутит нас в чем же это ошибка потому что у нас здесь есть аргументы а здесь нет аргументов никаких да да нет да даже 4 3 дебаж почему 3 не отрабатывать дебаж 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 что происходит что происходит мне же сюда надо мнение дебаж дебаж в смысле в ручками дебаж не надо вот это дебажить ручками дебаж 3 почему 3 блокируют нас во первых ты меня в дэв чем что передала словарь и не передала а ты в дэв чем не передал словарь мне вообще ну я же тебя в этом и дикшин для сюда ну словарь да это у нас бёрзды и в дэвид тоже нужно бёрзды передать вот эти пыталась об этом сказали нормально он пиши пиши в бёрзды и 125 тоже бёрзды прям почему находил он миновал дэвид и вообще чем что-то не поступал у нас бёрзды это это уже проверка на на скажем так на твои навыки да вижу уже не первый день программируешь input соответственно здесь мы уже параметры приняли да он у нас пришел на ченч на l пробуй если все отработать про корректно мы с тобой сделали задачу давай пробуй print 1 вышел теперь у нас r пошел снова r2 а 1 пошел давай вот р дальше куда у него увел у нас куда в р теперь в б давай 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 а вот давай а я вводила три два четыре он все отработал да все все сейчас все работает все все идеально работаю все все идеально работают ну все вот она задачка решена все мы справились с тобой если хочешь как поставить свои слова тогда тебе нужно будет в где это добавляешь просто принтер открыть и все где добавляешь словарь выйти 13 просто надо принт написать принт бёрзда и вся 113 а на 113 да 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 просто там пишешь под нет под низом принтерся я фигню написал да давай на 13 принт принт бёрзды вот и все ты теперь ты будешь видеть глазками теперь свой бёрзды все доберись теперь до метода от какой нас метод на какой какая цифра метод от 1 точно 1 до 1 молодец угадала 2 точнее еще чем пиши все сейчас будет товаре вот он ближе вот и все рука струкода примерно эта задача заняла я не знаю тоже крупная задача кстати от восьмидесятой до 132 ну вот уже такие задачки у нас будут да это уже большая задачка да твоя задача на дом домашка проработать эту задачу проработать и встретить что откуда берется как удачу передается да соответственно далее что у нас там ну не знаю немножко конечно с множества нужно поработать чуть чуть ими конечно множествами может это немножко учат дисклет на математика будет понятие множество set то есть по стричь вообще посты что такое множество это 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 сам пассив что будешь делать по встрече только множество сет сет функция сет она мне очень нужна но если есть свободное время может дети что вот это останется в принципе нам множество нужны будут и других а вот веб-разработки на множество не нужны будут потом этом тебя еще нужно под нагрузить тогда но вложенный словарь и давай поработай да давай вложенный словарь и да ложность задачка будет короче создать ложный словарь это будет ложный словарь и допустим двумерный словарь двумерный подойдет допустим у тебя будет гости которые пришли принесли с собой какую-то еду вкусненькую да у тебя вот днюха представьте днюха и у тебя гости принесли какую еду у тебя будет допустим там не знаю маха у тебя будет открываться словарь глобальный словарь и там будет первый элемент маха двоеточие и значение у маки будет этот целый словарь у махи значение будет не просто написано взяла собой там вкусняшку да а взяла собой целый словарь вкусняшками да правильно да вот и таким тебя будет 33 кренделя у тебя будет маха там еще кто еще и два приятеля сюда хороших вот там будет не знаю там лёлик бобик да или как там короче задача создаешь вложенный словарь и у тебя будет глобально совать допустим маха там еще и два товарища используя поднимаешь функцию я будет функция тебе нужно будет эти это двое словарь распарсить поднимаешь функцию принимаешь соответственно